Он должен был напомнить другим. Однако в этот момент в его голове внезапно зазвучал голос Цзэя. Ты действительно хочешь, чтобы я умерла? Изящное тело Цзэя появилось, как маленькая точка на спине Хуэя. На этот раз она выглядела совсем иначе. В ее глазах было сострадание и привязанность, которые могли быть только у сентиментальных людей. Она не выглядела холодной и бессердечной, как раньше. Она посмотрела на Ши Яня. Ши Янь, я не хочу делать тебе больно. Я просто хочу восстановиться, чтобы я могла немедленно вернуться в морскую область небытия. Среди людей здесь ты самый особенный. Я надеюсь, что ты не будешь выступать против меня во всех отношениях. Ши Янь был сбит с толку. Он не мог отличить, была ли сейчас Цзэя самой собой или она полностью слилась с Хуэем. Он не мог понять и нахмурился в изумлении. Он также немного запаниковал. Он хотел предположить, что этот Цзэя тоже не была самой собой на этот раз. Однако он не знал, почему из-за эмоций на ее лице, ее голоса и ее маленьких движений. Ши Янь смутно чувствовал, что Цзэя в настоящее время обладает частью ее души и сознания. Я до сих пор помню, как впервые встретила тебя. Воины Лиги Подземного Мира поймали тебя. В то время я уже знала, что ты необычный. Прежде чем мы смогли вернуться к славной аметистовой звезде, мы оказались в ловушке на поле взрывающегося фрагмента солнечной три везды. Като шел за нами. Мы пережили много событий вместе. Я помню все детали. Цзэя посмотрела ему в глаза и тихо рассказала их истории. Она выглядела грустной. Я очнулась. Я знаю, что теперь я клочок его души, его часть. Он освободил меня, чтобы понять волшебный мир пустынного. Я знаю, что я шалкая. Я также знаю, что, если его не будет существовать, я тоже исчезну. Ши Янь был ошеломлен, издалека глядя на Цзэя. Он слушал ее, но ничего не говорил. Он так ничего и не сказал. Без его напоминания люди не смогли бы узнать о том, что теперь случилось с Хуэем. Ши Янь видел, как вспыхнула маленькая точка под Хуэем. Он знал, что мельком увидел что-то, что исчезло в теле Хуэя. Внезапно искренняя привязанность на лице Цзэя исчезла. Ее лицо снова стало равнодушным и холодным. Она перевела взгляд Ши Яняэн, а Сюаньх и экспертов клана богов. Ее глаза были очень холодными. Ши Янь насторожился. Его лицо изменилось, когда его наполнил страх. Грохот, грохот, грохот. Бесчисленные пространственные косы начали пугающе кипеть. Многие виды энергии стали яростными, как разрушающиеся горы или взрывающаяся планета. Скопления красного света дико катились и двигались в этой пустоте. Словно множество красивых огненных глаз, они выпустили злую энергию, которая напугала души. Невооруженным глазом нельзя было увидеть такую энергию. Только эксперты бессмертной сферы могли использовать свою духовную энергию, чтобы мельком увидеть ее. Это, это та сила. Беззаботный был потрясен. Он закричал от острых ощущений. Божественный боевой, беспечный и небесный король света также были напуганы. Казалось, они вспомнили что-то очень ужасное и почувствовали сильный холод. Это сила, которую контролировал мастер. Прошипел Сюаньх и глаза Фредерика просветлели. Верно, это сила, которую контролировал наш мастер. Минхао сказал, что мастер получил эту силу от существа абсолютного начала. Таким образом, только существа абсолютного начала понимают ее. Кажется, Минхао снова прав. Пуф, пуф, пуф. Некоторые старейшины собрания старейшин клана богов не могли даже взвизгнуть, пока их тела не задрожали, а магнитное поле их жизни не исчезло. Большинство людей не знали, что только что произошло. Только эксперты бессмертной сферы смутно чувствовали что-то волшебное. Кроме того, только один человек в этой области знал причину. Это был Ши Янь. После того, как его духовная энергия трансформировалась, она стала такой же чувствительной, как небесный глаз. Он видел, как таинственная энергия расширяется и проникает в головы этих старейшин, разбивая их духовные алтари и уничтожая их главенствующие души. Ша-ша-ша. 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 Липкие сухожилия, похожие на щупальца, вылетели из тела Хуэя, обернули трупы и притянули их к себе. Поскольку Хуэй не был связан разъедающей энергией Ведерсона, а Ши Янь отвлекся и не напомнил другим, казалось, что он закончил некоторую трансформацию. Он собрал тень в тело, и его сила быстро возросла. Он мог высвободить таинственную силу в заточении. Это была первая волна его масштабной контратаки. В то же время люди слышали журчание, разносящееся довольно далеко. Все побледнели от испуга. Сюаньхэ и Декарлос были осторожными. Они выглядели очень суровыми и неуверенными. Как его 11 клонов могли прийти сюда так быстро? Так не должно быть. Сюаньхэ посмотрел на Декарлоса. Декарлос поморщился и с горечью сказал. Я не знаю. Кажется, он мгновенно увеличил свою силу, что также заставляет клонов двигаться быстрее. Пока они разговаривали в хаотичном пространственном бассейне. 11 червей размером больше, чем звезды жизни, двигались со своими вздымающимися жизненными магнитными полями, как большой океан. Все они направлялись к их местоположению. Они двигались в пространственном потоке, как большие лодки, плывущие по морю и плещущие волны пространства, что вызвало множество взрывов. Они заставляли пространственный поток разрушаться везде, где они проходили. У экспертов всегда было хорошее предчувствие. Теперь они чувствовали, что наступает конец света. Они инстинктивно начали нервничать. Все подняли головы, чтобы посмотреть на Повелителя Богов и Минхаа. Они хотели узнать, какие контрмеры предпримут два самых бесподобных эксперта в этом мире в этот критический момент. В следующий момент их лица поморщились. Это было потому, что в пустоте над Хуэем теперь никого не было. Повелитель Богов и Минхаа, казалось, растворились в воздухе. Никто не знал, что произошло. Они обменялись взглядами. Даже Ди Карлос хмурился. Когда люди посмотрели на него, он покачал головой и сказал, «Не смотрите на меня. Я не знаю, что там происходит. Я не знаю, как и почему они исчезли». Сделав паузу на некоторое время, Ди Карлос сказал, «Но учитывая их сферы, когда они почувствуют магическую силу в этом месте, они быстро вернутся. Ребята, вам не нужно быть такими напряженными и нервными». У него не было ответа. Но кое-кто мог дать ответ. Таинственная сила Хуэя повлияла на миры, которые создали Повелитель Богов и Минхаа. Это убрало их арена из этого района. Неожиданно сказал Ши Янь. Размышляя, он нахмурился. «Если я не ошибаюсь, Повелитель Богов и Минхаа в настоящее время находится в морской области небытия. Я не уверен, смогут ли они вернуться вовремя». Услышав его, все побледнели от страха и закричали. Глава 1347. «Ракеты с магнитным полем жизни». «Прим». Одноданная глава отсутствует в переводе, внизу машинный перевод. У Хуэя была только голова, и это могло беспокоить людей. Это заставило многих экспертов потерять свои лица. Даже Господь Бог и Минхаа были доставлены в место, которое они не знали. Когда собрались его 11 клонов, кто бы мог этому противостоять? В этот момент много разных энергий в потоке хаотического пространства грохотали и бурно катились. Бесчисленные скопления света, как светлые шарики, взорвались и раздавили все, как гигантские огненные шары. Порывы принесли крайнюю холодность, кишели и пытались заморозить людей и уничтожить их. Пылающее пламя, которое было не слабее небесного пламени, соединялось друг с другом и создавало море огня, которое появлялось повсюду. Де Карлос выглядел очень серьезным. Он закрыл глаза, волны космической энергии струились от него. Он использовал свой метод, чтобы подсчитать точное время, когда пришли 11 клонов Хуэй. Тогда они могли бы найти контрмеры. У нас есть около 15 минут. Он открыл глаза, чувствуя себя таким охлажденным. Через 15 минут все клоны Хуэй прибудут. У нас есть только 15 минут, чтобы убежать, сразиться с ним или найти какое-нибудь сильное подкрепление. Сильное подкрепление? Лазурный дракон заставил насильно улыбнуться и вздохнул. Господь Бог и Минха исчезли. Какие сильные подкрепления они могли найти? Мы не можем сравниться с этим, сказал Суэньхэ, раскрывая свое сознание души и свою жизненную силу Упанишат, чтобы исследовать магнитное поле жизни Хуэя. Его душа дрожала, когда он чувствовал, что его руки связаны. Магнитное поле жизни Хуэя походило на огромное безбрежное море жизни. Он верил, что объединенное жизненное магнитное поле Бога-Бога и Минха нельзя сравнить с полем Хуэя. Он знал только кровожадного, такого же сильного магнитного поля жизни. Однако, когда кровожадный был на пике своей силы, его жизненное магнитное поле было не таким сжатым или таким большим, как у Хуэя. Как правило, чем сильнее нарастало жизненное магнитное поле, тем сильнее была душа. Это также означало, что его форма жизни была изысканной и глубокой. Конечно, жизненное магнитное поле экспертов было более достаточным, чем у более слабых воинов. Подобно силе Бога Древнего Древа, жизненное магнитное поле было критерием оценки эксперта. И, когда Суэаньон собирался вернуть сознание своей души, он был поражен. Его глаза были удивлены, когда он повернулся к Шуэяну, потому что он нашел здесь еще одно живое магнитное поле, помимо Хуэя. Достаточный уровень этого жизненного магнитного поля был даже сильнее лазурного дракона, предка небесного племени монстров. Это жизненное магнитное поле достигло невообразимого уровня. Он был почти таким же мощным, как кровожадный в тот год. Это было невероятно. Это жизненное магнитное поле пришло от Шуэяна, воина в зарождающемся царстве Бога, неожиданно. Это перевернуло общее понимание с ног на голову. Суэаньон был так поражен. Ты, почему твое жизненное магнитное поле внезапно становится таким огромным? Суэаньон не мог не спросить. Услышав его, многие эксперты повернулись, чтобы посмотреть на Шуэяна. На данный момент Шуэян стал их центром. Сразу после этого лазурный дракон Лейди, Фредерик и даже четыре небесных короля клана Бога были ошеломлены. Они были экспертами в глубоком царстве бессмертного Бога. Их чувствительность была необычайной. Если бы они могли поймать таинственную энергию от Хуэй, конечно, они могли бы увидеть магические изменения в теле Шуэяна. Когда они нашли магнитное поле живой силы Шуэяна, они таращились от волнения. Никто не знал, что с ним случилось. Затем Суэаньон был потрясен, когда вспомнил, что только что произошло. Он закричал. Мы не узнали, что Господь Бог и Минха исчезли. Как ты мог знать это? Как вы могли знать, что Хуэй, возможно, доставил их в морской домен ничтожества? Как ты получил всю эту информацию? Правда. Ты демон? Как ты мог знать все? Фредерик тоже плакал. Пока они разговаривали, им приходилось отвлекать свой разум, чтобы избежать разрушающей землю силы Хуэй. Ожесточенные взрывы и грозные атакующие ударные волны почти полностью разрушили космический поток. Похоже, он собирался раствориться и перейти в морской домен ничтожества. Четыре небесных короля также изучали Шуэяна, так как не имели понятия. В этот момент вспыхнула космическая щель, а затем появилась группа людей. Адиль. Как только Сюэань увидел ее, он забыл, что должен допросить Шуэяна. Он не мог не дрожать, его архаичное лицо было наполнено удивлением. Почему ты здесь? Сегодня это совсем не безопасно. Почему ты пришел сюда? Это была группа из пяти воинов из имперского темного племени во главе с нынешним вождем. Адиль. На ней было имперское оранжевое платье, что делало ее благородной и грациозной. Потрясающая хрустальная корона покрывала ее голову, как лотос. Тем не менее, ее красивое лицо было наполнено ужасом. Пока она была на священной земле имперского темного племени, она чувствовала странные волнения в хаотическом космическом бассейне. Она также получила известие, что 11 инопланетных червей нападают на 11 звездных областей. Затем она взяла своих экспертов, чтобы прийти и посмотреть. Как только она приехала, она увидела Сюаньхе, Фредерика, Лазурного дракона, Декарлоса, Лейди, 4 небесных короля, старейшины вождя 12 семей из клана Бога. Даже если Адиль была еще тупее, она наверняка знала, что в этой бурной области произошло землетрясение. Среди сопровождающих ее экспертов были Джилет из ложного бессмертного царства, два эксперта из первого неба бессмертного, называемые Серра и Фано. Последним был Адри. Адри носила зеленое платье, расшитое множеством рисунков умерших духов на подоле. Ее длинное платье очень хорошо облегало ее красивое тело, обнажая ее стройные ноги. У нее была высокая прическа. Как и ее мать, она была очень элегантной, благородной и гордой. Однако она также выглядела холодной, как великолепный ледяной цветок на снежной горе. Она заставляла сердца людей биться быстрее. Она стояла рядом с Адиль, ее холодные глаза сверкали странным светом. Она вдруг повернулась к глазу Шиянь. Шиянь лучезарно улыбнулся ей и согнул свое тело. Давно не виделись. Адри немного колебалась, поэтому она коротко посмотрела на него. Да, давно не виделись. Поздравляем с вступлением на новый престол кровожадной силы. Я сказал маме, что у тебя все получится. Адиль не оценила восхождение Шияна. У нее было четкое понимание кровожадной силы. Она знала своего брата Минхаа и своего бывшего Сюаньхы. Она знала, что это за люди. Таким образом, она не верила, что Минхаа и Сюаньон позволит кому-то заказать их. В то время Адиль посмотрела на него свысока и сказала, что Шиянь никогда не сможет сесть на трон, потому что его царство было слишком низким. Он еще не достиг бессмертного царства. Если он мог возвести на престол свою базу совершенствования зарождающегося бога, это было бы унижением. Унижение кровожадному. Однако Адри настаивала на том, что Шиянь добьется успеха. Раньше она стояла плечом к плечу с ним, и она боролась с другими, когда они были на пустошах. У нее было неизвестное доверие к силе и компетентности Шияна. Видимо, у нее были острые глаза. Когда Адиль получила известие о том, что Шиянь был новым мастером, она поморщилась, словно увидела призраков среди бела дня. Сегодня Адиль привела сюда воинов имперского темного племени. Взглянув на Шияна, она почувствовала, что видит призраков при дневном свете. Она не могла не кричать. «Ты, ты в третьем небе заросшего царства бога? Боже, что происходит?» Недавно она получила известие о том, что Шиянь только что достиг первого неба возрождающегося царства бога. Это было всего лишь после моргания, и Шиянь прошел большое расстояние. Это было поразительно, действительно. Кроме нее, когда другие думали о скорости прорыва Шияна, они обесцвечивались в страхе. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, неработающие ссылки, нестандартный контент и т.д., сообщите нам об этом, чтобы мы могли исправить это как можно скорее. Глава 1348. Та сила. Пока они разговаривали, Хуэй не остановил свою атаку. Эта область заполнилась взрывами и разрушающими мир энергетическими ударными волнами. Тем не менее, Шиянь и другие были в состоянии противостоять энергетическим атакам, и четыре небесных короля защитили других воинов клана богов в низкой сферой. Теперь Шиянь восстановил свою человеческую форму. Его пугающая внешность изменилась после того, как изменилась его мысль. Эта форма была улучшенной формой бессмертного тела демона. Шиянь мог использовать ее так, как ему было угодно. Он мог изменить и свою форму, просто подумав об этом. Прибытие экспертов из императорского темного племени привлекло внимание других. Эксперты императорского темного племени осмотрели толпу и посмотрели на Шияня. Они были ошеломлены, заметив его базу совершенствования третьего небосферы зарождающегося Бога. У нас мало времени. Взгляд Дикарлоса был взволнованным. Ему казалось, что кто-то наполнил его сердце свинцом. Оно было невероятно тяжелым. Услышав его слова, остальные взяли себя в руки, чтобы увидеть текущую ситуацию. Теперь они наблюдали за Хуеем. Комки мяса на теле Хуея странно дергались. Это выглядело так, будто миллиарды маленьких червей двигались, чтобы избавиться от тела червя размером с планету. И это в конечном итоге и произошло. Бум-бум-бум. Комки мяса взорвались и выстрелили холодными, холодными телами. Это были воины, которых притянул червь. Червь поглотил их жизненную силу. Они уже долгое время были мертвы. Однако в этот момент их тела обладали странной энергией, промороживающей до костей. Они словно были пробудившимися демонами. Все они выглядели оцепеневшими, и в их глазах не было никаких эмоций. У некоторых из них не было даже конечностей. Там было несколько таких тел с неполной энергией, движущихся в их телах. Они появились на теле Хуея и разбежались. Фредерик. Фредерик это рабы-трупы, которых приручил твой трупный клан. Лицо Сюяньхи дернулось, когда он повернулся, чтобы посмотреть на Фредерика с холодным взглядом. Нет. У Фредерика было серьезное выражение лица, когда он был поражен. У наших рабов-трупов есть слабый луч жизненной силы. А у этих людей нет признаков жизни. Они полностью мертвые, но в их телах есть какая-то злая энергия. Сделав паузу на некоторое время, Фредерик продолжил. У некоторых из них есть ужасающая энергия, которая не меньше, чем у экспертов бессмертной сферы. Лицо Шииня слегка изменилось. Сюяньхи, что происходит? Брови одели загнулись. Она прикусила свои сочные красные губы. После вспышки ее сексуальное тело появилось рядом с Сюяньхи с импульсом мести. Какого черта вы, ребята, делаете в бурном пространственном потоке? Знаете ли вы о катастрофической суматохе в 11 звездных областях? Вы знаете, сколько людей было убито. Адели Сюяньхи были любовниками. 10 тысяч лет назад они давали друг другу обещания. После стольких лет, когда она разговаривал о Сюяньхе, она не пыталась быть вежливой и элегантной. Это было так же, как в старые времена. На самом деле это был признак близких отношений. Ну, некоторые люди были убиты. Ничего страшного. Сюяньхи надул губы. Если клоны этой штуки соберутся, я даже не уверен, сможем ли мы защитить так много звездных областей в нашем пространстве. Услышав его, эксперты императорского темного племени побледнели от страха. Они были в ужасе. Конечно, они не рассчитывали, что все было так серьезно. Адри быстро сверкнула своей красивой фигурой и появилась рядом с Шианем. Она спросила. Это действительно серьезно? Шиянь посмотрел на нее, про себя сделав комплимент ее утонченному очарованию. Его глаза сканировали ее идеально пропорционально и ты ела. Он не хотел улыбнуться. Ты слилась с благословенным богом материком. Используй свой источник, чтобы почувствовать. Возможно, ты узнаешь, насколько пугающая эта штука. Красивые глаза Адри были глубокими. Она была немного раздражена, потому что этот человек не мог быть серьезным даже в такой ситуации. Женщины чувствительные. Когда его вульгарный взгляд пронзил ее тело, она это поняла. Однако она не могла принимать этого внимания. Слушая его, Адри сосредоточилась на том, чтобы почувствовать. В ее духовном алтаре качалось очень много духов. Лучи зеленого пламени танцевали и расширялись, как электрические волны, к хуэю. Спустя много времени ее тело сильно задрожало, а ее прекрасное лицо было в ужасе. Она закричала. Существо абсолютного начала. Ее совместимость с небесным пламенем почти приблизилась к уровню Хига, который был на один уровень выше уровня Ши Яня. Она почти полностью слилась с ним. Сосредоточившись на том, чтобы почувствовать, она получила информацию о хуэе из воспоминаний ее источника. Он может разрушить весь этот мир. Прошипел Ши Янь. Сюань Хэ, где Мин Хэ? Это важный момент. Почему он не пришел сюда? Адиль все еще допрашивала Сюань Хэ. Сюань Хэ всегда был легок и обладал естественной уравновешенностью. Он был настоящим героем, но каждый раз, когда он сталкивался с Адиль, он выглядел неловко, как будто его руки были связаны. Он неохотно улыбнулся. Мин Хэ неосознанно исчез с Повелителем Богов. Он повернулся к Ши Яню, объясняя. Этот ребенок сказал, что хуэй должно быть унес Мин Хэ и Повелителя Богов в морскую область небытия. Я не знаю, правда это или нет. Адиль посмотрела на Ши Яня. Это правда? Спросила Адри. Я так думаю, но я не уверен на сто процентов. Я могу это смутно уловить, кивнул Ши Янь. Как ты это почувствовал? Адиль не была удовлетворена его ответом и продолжала спрашивать. Ши Янь улыбнулся, но он не объяснил подробно. Во всяком случае, он не думал, что должен ей это объяснять. Поскольку Императорское Темное Племя не заявляло о своем сотрудничестве с Силой Кровожадных, у нее не было никаких отношений с Ши Яним, поэтому ему не нужно было проявлять к ней уважение. Малыш, что это за отношения? Красивое лицо Адиль стало холодным. Ее красивые глаза передали ее убийственную ауру. Ты думаешь, что ты настоящий мастер силы кровожадных? Как Мин Ха, так и Сю Янь Ха должны быть вежливыми и уважительными, когда они разговаривают со мной. Почему ты так неуважителен? Мин Ха – твой кровный старший брат, а Сю Янь Ха – твой бывший. Конечно, они должны учитывать твои чувства. А почему ты можешь быть важна для меня? Ши Янь внутренне фыркнул. Его лицо было холодным. Он не заботился о Су Яти Адиль. Кроме того, он не проявил свое уважение и Кадри тоже. Он молчал и хмурился. Сю Янь Ха – у того, кого ты выбрал, нет способностей, но его темперамент совсем не скромный, а он не уважает предшественников. Тебе нужно, чтобы я научила его? Адиль зашипела с холодным лицом. Мама, не доставляй им неприятности. Адри неохотно сказала ей отступить. Даже ты хочешь поддержать этого ребенка, не так ли? Все было бы хорошо, если бы она не давала советы своей матери. Адиль разозлилась и сказала с суровым лицом. Джилет, преподай ему урок вместо меня. Дай ему знать, что он не должен считать себя новым лидером силы кровожадных. Пусть он увидит правду. Он все еще далек от того дня, когда он сможет свободно расхаживать тут. Не доставляй нам неприятности. Сю Янь Ха нехотя улыбнулся. Я хочу доставить неприятности. Воскликнула Адиль. Будучи членом императорского темного племени, Джилет не мог идти против приказов Адиль. Несмотря на то, что он не хотел этого делать, он должен был исполнить ее желание. Подобно темной тени, скользящей прочь, он снова появился над головой Ши Яня. Он поднял одну руку и что-то схватил. Из его пальцев вырвалось множество злых духов. Они хотели достать духовный алтарь Ши Яня из его духовного моря. Теперь оцепеневшие воины, которые выстрелили из тела Хуия, рассеялись и направились к воинам клана богов и команде Сю Янь Хы. Однако Адиль вела себя так, словно не видела их. Она все еще хотела преподать Ши Яню урок. Дядя Джилет, не доставляй больше хлопот. Адри поспешила позвать его, но было слишком поздно. Лицо Адиль было холодным, когда она смотрела на Ши Яня, а затем на Сю Янь Хы. Ши Янь не был уверен, она злится на него или на Сю Янь Хы. Во всяком случае, она хотела закатить истерику. Джилет не мог отступить. Он неохотно принял меры. Странно, но, когда Джилет напал на Ши Яня, он просто стоял на месте. Он поднял голову, чтобы посмотреть на злых духов, нацелившихся на его голову. В его зрачках появились странные световые точки. Теперь у него было странное чувство. Эти злые духи обладали силой притянуть душу. Они могли извлечь главенствующую душу из духовного алтаря. На самом деле его главенствующая душа хотела взлететь. Как только его главенствующая душа будет вынута из его духовного алтаря, его жизнь будет под контролем. Это была не шутка. Конечно, он верил в то, что Джилет не посмеет причинить ему вред. Однако, когда он взял себя в руки, чтобы контратаковать, духовная энергия, которая с грохотом устремилась к злому духу, которого выпустил Джилет, была похожа на воду, переполняющую разрушенную плотину. Ша-ша-ша, ша-ша-ша, ша-ша-ша. Внезапно злые духи, которых выпустил Джилет, были сожжены. Его странная духовная энергия была похожа на тень, пронизывающую духов и нацеливающуюся на грудь Джилета. Его инстинкты испугали его. Он поспешил мобилизовать защитную энергию. Но затем он обнаружил, что невидимая энергия тихо просочилась в его тело. Он онемел. Когда он обнаружил, что что-то не так, его тело было захвачено этой странной энергией. Его кровь, плоть, сила Бога, дух и душа собирались рассеяться. Его тело и духовный алтарь вот-вот разрушатся или взорвутся. Его лицо стало уродливым. Он закричал, что это за злая сила. Он знал, что какая-то энергия разрушает его тело, но он не знал, что это или как определить ее местонахождение. Это было похоже на то, как кто-то использовал меч, чтобы пронзить его. Но он не знал, где болит или где находится меч. Он знал только одну вещь. Его духовные алтари тела разрушаются. Скоро он будет сломлен и погибнет. Это была неизвестная сила, которая может разрушить разум людей, но она была невидимой, и люди не могли ее распознать. Глаза лазурного дракона просветлели в толпе. Он закричал. Шиянь, прояви милосердие. Шиянь был погружен в магическую силу своей духовной энергии. Услышав зов лазурного дракона, он очнулся. Его мысль мелькнула, и он вернул свою духовную энергию. Джилет восстановился. У него был холодный пот по всему телу. Когда он посмотрел на Шияня, он подумал, что смотрит на демона, его лицо было бледным. Через несколько секунд он сильно затрясся. Он закричал. Это. Это та сила. Силу, которую в том году контролировал кровожадный. Услышав его, все люди, включая экспертов клана богов, были ошеломлены. Глава 1349. Хозяйка. Десять тысяч лет назад множество экспертов осадили кровожадного и заставили его вернуться на землю, оставив только сломанный скелет. Предшественники клана богов, храма Небесной реки, секты тысячи фантазий и разбитого зала захватили его останки. Спустя 10 тысяч лет эксперты клана богов и воины бессмертной сферы, такие как Лин Сян, Цезарь Лорин, возлагали надежды на останки кровожадного. Они хотели открыть таинственную силу. Однако все они провалили задачу. В глазах многих людей эта сила была основой, которая помогла кровожадному стать высшим экспертом. Кроме того, это была основная причина, по которой повелитель богов и другие эксперты должны были убить кровожадного. Все хотели эту силу. Сегодня эта сила вновь появилась во Вселенной. Ее активировал преемник кровожадного. Как это могло не встряхнуть весь мир? Теперь все смотрели на шеяня горячим взглядом. ССС, ССС, ССС. Трупы вылетели из тела Хуэя, ускорились и полетели, словно это был стреляющий свет. У трех экспертов перед этой ордой были поврежденные тела. Никто не знал, как долго они там были. У всех трупов были большие дыры в груди, из которых выделялся едкий липкий гной. Все смутно видели их подергивающиеся животы, от чего сердца людей охладели, а скальпы онемели. У трех трупов был пустой взгляд, без каких-либо человеческих эмоций. Однако в их телах была вздымающаяся злая энергия. Огни ромбовидного меча вылетели из их ртов. Огни меча были холодными, яркими и прозрачными, проникая в грудь трех старейшин клановогов. Три старейшины в сфере зарождающегося бога потеряли сознание, поскольку они потеряли свои жизни, не имея возможности закричать. ССС, ССС, ССС. Бесчисленные огни ромбовидного меча яростно осыпали их. Глаза экспертов просветлели, но у них не было возможности проверить чудо-шииня. Они должны были призвать свои концепции, чтобы защититься от нападения. Их сила бога создала море или ледяную гору, ослепительный свет солнца и луны и даже густую кровь. Их магические способности сделали пространственный поток великолепным, как будто в нем происходило прекрасное представление с фейерверками. Над головой гигантского червя появился красивый мужчина. Он улыбнулся, его глаза были темными и зловещими. Теперь он тихо наблюдал за остальными. Тянься, Сюаньхэ, Фродерик и Ди Карлос одновременно закричали. Они были потрясены так сильно, что не могли поверить в это. Тянься был президентом торговой палаты Цунами. В этом пространстве его сила была очень могущественной, и она была рангом сразу после клана богов силы кровожадных императорского темного племени. И что еще более важно, такие силы, как Секта Тысячи Фантазий, Разбитый Зал и Храм Небесной Реки, слушались Тянься. Они действовали под его командованием. До неприличия богатый президент торговой палаты Цунами появился над головой Хуэя, и он стоял там целым и невредимым. У всех было плохое предчувствие. Они знали, что эта ситуация действительно странная и опасная. Даже четыре небесных короля клана богов нахмурились, особенно небесный король божественный боевой. Он посмотрел на Тянься, его взгляд был беспокойным и испуганным. Он внезапно закричал. Нет, это неправильно. Ты не был настолько сильным. Незадолго до этого он получил приказ повелителя богов посетить штаб-квартиру торговой палаты Цунами, чтобы встретиться с Тянься и убедить его встать на сторону клана богов. Конечно, Тянься не согласился. Из этого божественный боевой сделал повод, чтобы однажды сразиться с Тянься. В то время Тянься находился на втором небе бессмертной сферы и совершенствовал огненную концепцию. Он был не слабее божественного боевого. Их матч закончился в ничью. Однако Тянься послал дрожь по позвоночнику божественного боевого. Это был холод от души. Он знал, что Тянься был намного сильнее по сравнению с тем, каким он был в той битве. Если бы они сражались сегодня против Тянься, он знал, что он был бы побежден и даже не смог бы убежать. Он чувствовал, что аура Тянься теперь была похожа на то, что он чувствовал, когда встречался с повелителем богов. Дамы и господа, давно не виделись. Мягко улыбнулся Тянься. Добро пожаловать в это скромное место. Я, Тянься, от имени моей хозяйки, передаю вам наши наилучшие пожелания. Позади Тянься появилась красивая фигура. Неожиданно это оказалось за я. Она сидела на блестящем семицветном троне, который был сделан из драгоценных нефритов и кристаллов. Она сидела, скрестив ноги, на троне, ее лицо было равнодушным и высокомерным, пока она смотрела на остальных. После того, как она появилась, Тянься скромно поклонился ей и представил ее остальным. Это моя хозяйка. После того, как Тзэя и Тянься показались, яростные трупы остановились и пролетели вокруг остальных. Они смотрели на свои цели пустыми глазами. Тянься, какого черта ты делаешь? Сюаньх и поморщился, пытаясь подавить свой гнев. Он крикнул, с каких это пор она стала твоей хозяйкой? Ты являешься президентом торговой палаты Цунами, но сейчас ты стоишь на коленях перед женщиной. С каких это пор ты, Тянься, стал таким бесстыдным? Этого не могли понять и другие. Хозяйка всегда была моей хозяйкой. Это никогда не менялось. Для Тянься честь стать ее слугой. Кроме того, хозяйка создала меня и сделала меня тем, кто я есть сегодня. Тянься улыбнулся и не умолкал. В глазах многих его слова звучали так гордо, что не думал, что это унизительно. Он думал, что это было почетно. Люди повернулись, чтобы посмотреть на Цзэя. Большинство из них были сбиты с толку, хмурились и пытались угадать личность Цзэя. Немногие люди в этой группе знали Цзэя. Только Сюаньх и Фредерик знали, что на стороне Шиэня была такая женщина. Однако с каких пор эта женщина стала хозяйкой Тянься, они понятия не имели. Она тот большой червь, внезапно прошипела Адри. Это тот червь? Адиль не могла ничего понять, как это могло произойти. Она так красива, как она могла быть этим отвратительным червем. Это она. Адри холодно вздохнула, выпитила свою высокую грудь, что сделало ее более красивой и элегантной. Я слилась с источником нашей Родины. У него есть воспоминания. Аура на ее теле в точности как у этого большого червя. Она существо абсолютного начала. Услышав ее слова, остальные были ошеломлены. Они мгновенно стали суровыми. Малыш, она говорит правду. Фредерик посмотрел на Шиэня, его лицо было мрачным и серьезным. Свет в его глазах яростно мерцал. Шиэнь вздохнул и кивнул. Адри говорит правду. На самом деле Цзэя это хуэй. Пока он говорил, Цзэя не обращала внимания на остальных. Ее красивые глаза наполнились странным светом, когда она издалека смотрела на Шиэня. Ее бесстрастное лицо слегка изменилось и показало проблеск сложных эмоций. Шиэнь чувствовал горечь. Он понимал, что Цзэя контролировала всю ситуацию. Тяньси и многие другие трупы дали ей полную уверенность. Он знал, что некоторое время был мягкосердечным, что дало ей время спланировать и изменить ситуацию. Ведерсон, единственный человек, который мог ранить ее, был мертв из-за того, что его жизненная энергия истощилась. Повелитель богов и Минхаа, которые могли угрожать ей, были доставлены в морскую область небытия. Кроме того, ее клоны шли сюда с большой скоростью. Кто мог остановить ее сейчас? Цзэя, что случилось, в конце концов? Закричал Цзэя. Улыбка Цзэя была теплой. Он расслабленно пожал плечами. Хозяйка, как пустынный пожиратель. Они существа эры абсолютного начала. Они были самыми первыми существами в этой вселенной. Этого не могут понять такие ничтожные существа, как вы. Хозяйка нуждается в вашей силе, чтобы восстановиться. Хозяйка хочет уничтожить пустынного и его зарождающееся пространство, которое также является вселенной, в которой вы живете. Вот так вот все просто. Члены клана богов не испытали много эмоций, когда услышали это от Тяньси, потому что повелитель богов сказал им об этом заранее. Они знали этот секрет. Однако Ши Янь, Сю Яньхы, одели лазурный дракон были сильно шокированы, как будто их головы только что поразила молния. Они почувствовали легкое головокружение. Пространство, в котором они жили, было всего лишь зарождающимся пространством пустынного. Пустынный создал их мир. Эта тяжелая бомба разрушила их разум, оставила их сбитыми с толку и погрузила в величайший страх. Мир, в котором мы живем, является всего лишь зарождающимся пространством пустынного. Тогда что насчет нас? Мы всего лишь ничтожные существа. Сю Яньхы бормотал, как будто он сошел с ума. Состояние остальных не сильно отличалось от его собственного. Все чувствовали, как сильно слабеют. Только Ши Янь смог быстро успокоиться. У него было чудесное чувство, с которым ничто не могло сравниться. То, что сказал Тяньси, просветило его. Теперь он узнал правду. До этого он все еще сомневался. Он сомневался во всем, так как его собственное зарождающееся пространство расширялось до огромного звездного моря. Он только что использовал духовную энергию, чтобы тщательно его проверить. Он обнаружил, что Солнце, Луна, звезды, горы и реки и даже погода в его зарождающемся пространстве были очень похожи на настоящие. В то время как его душа и тело были преобразованы, его зарождающееся пространство также изменилось. Помимо существ из разных рас, его зарождающееся пространство было похоже на пространство, в котором он жил сейчас. Он мог создать небо или звездное море. Пустынный тоже мог сделать это. Он поверил в то, что сказал Тяньси, почти сразу. Пустынный создал вас всех. Ах, нет. Если быть точным, это сделали четыре конечности пустынного. Материк благодати, благословенный богом Материк, континент древнего бога и континент древнего демона были частями пустынного. Они отделились, потому что пустынный получил травму. Тяньси обернулся и обнаружил, что Цзэя выглядела равнодушной. Она не выглядела обиженной и не проявляла интереса. Таким образом, Тяньси продолжил объяснять с легкостью. Все были погружены в эффект слов Тяньси. Ее 11 клонов скоро прибудут. Вы все еще хотите его слушать? Ди Карлос стиснул зубы и вдруг закричал. Все сильно дрожали. Они взяли себя в руки. Они поняли, что Цзэя сейчас не нужно спешить. На самом деле, спешить нужно было им. Как только ее клоны соберутся, кому повезет сбежать из этой области? В глазах Цзэя появился насмешливый свет. Она смотрела на Ди Карлоса издалека, как будто она не боялась того, что он может что-то сделать. Учитывая, что Тяньси был здесь, Ведерсон мертв, а Повелитель Богов и Минхаа исчезли, она думала, что только главенствующей души здесь достаточно, чтобы угрожать всем остальным. Мы собираемся предложить вам выход. Улыбнулся Тяньси и серьезно предложил. Все вы отдадите поток своей печати души. Будете подчинены. Поклоняйтесь моей хозяйке, как своему мастеру. Моя хозяйка одарит вас силой. Затем вы сможете вернуться в зарождающееся пространство пустынного для работы. Так вы сможете сохранить свою жизнь. Глава 1350 12 главы Змей Тяньси сделал свое предложение с улыбкой. Выражения лиц всех собравшихся были подавленными. Когда они смотрели на Тяньси, их взгляды были пронзительными, поскольку они ненавидели то, что не могли раздробить его кости в порошок. Цзия сидела на семицветном хрустальном троне. Она наблюдала за людьми холодным и высокомерным взглядом. Она никого не воспринимала всерьез. Казалось, уже то, что она позволила Тяньси вести с ними переговоры, уже было ее большой милостью. Сюаньхы, она настолько сильная. Поскольку Адиль только что прибыла, она мало что знала о существах абсолютного начала. Она выгнула брови и посмотрела на них с презрением. Сможет ли она убить всех нас? ХМПФ, у нее просто большое тело. Кроме этого, насколько она сильна? Мама, прошипела Адри, ее элегантное лицо наполнилось страхом. Она, она действительно грозная. Адри слилась с источником благословенного богом материка. От своей печати души она узнала о том, что Хуэй был очень пугающим. Она знала уровень этого существа абсолютного начала. Она знала, что ее сфера была гораздо выше их собственной, и она горько объяснила. Если нужно сравнение, то это все равно, что сравнивать наши четыре великих существа с человеческим кланом или кланом Мань. Существует большой разрыв в уровне форм жизни, который будет невозможно когда-либо преодолеть. Лицо Адиль изменилось. Наш клан служит только одному мастеру. Фыркнул белобородой старейшина из собрания старейшин. Тянься, ты слишком наивен, когда просишь нас поклоняться неизвестному монстру. Ты, должно быть, сошел с ума, или эта штука съела твои мозги. Этот старейшина находился на втором небе сферы зарождающегося бора и совершенствовал силу ветра. Он всегда был высокомерным. В последние 10 тысяч лет в этом огромном пространстве клан богов был повелителем. Сила кровожадных, племя небесных монстров и императорское темное племя находились в уединении. Они не осмеливались столкнуться с кланом богов напрямую. Поскольку они завоевали очень много звездных областей, они сформировали свои гордые и властные качества. Как они могли позволить кому-то предлагать им нечто такое? В глазах этого старейшина Тянься был не более чем собакой, которая лаяла на других, основываясь на силе своего мастера. Он хотел использовать угрозу этого существа абсолютного начала, чтобы торговая палата цунами могла заменить клан богов и стать повелителем. Они никогда не позволят этому произойти. Цзия выглядела равнодушной. Издали она нахмурилась, глядя на этого старейшину. Тянься усмехнулся. Он понял идею своего мастера. Его сила изменилась, и из его глаз начал излучаться злой свет. У этого света был красивый красно-фиолетовый оттенок. Этот свет был похож на метеор, нацеленный на этого старейшину. Сердце Шияня ушло в пятки. Он испугался, когда посмотрел на эту падающую звезду. Неожиданно, но этот пучок света имел силу, которую можно было сравнить с силой повелителя богов или Минхаа. Хотя это не была та таинственная сила, которую Шиянь только недавно приобрел сегодня, она также была странной и пугающей. Казалось, она могла пересечь пространство. Рядом с этим старейшиной стояли два небесных короля, беззаботный и божественный боевой из клана богов. Увидев, как Тяньси начинает действовать, они просто усмехнулись и призвали свои силы. Однако тот старейшина взвизгнул, когда они еще не активировали свою силу. В его груди появилась кровоточащая дыра. Его внутренние органы, такие как легкие и сердце, были перемешаны в мякоть. Из раны быстрым потоком хлынула кровь. Вместе с кровью утекала его жизнь. Этот красно-фиолетовый метеор появился прямо за его спиной после ненормального пересечения пространства. Он ранил старейшину в мгновение ока. Его тошнило густой кровью. Его жизненное магнитное поле медленно истощилось, а его духовные алтари и Духовное море рухнули. Перед смертью на его лице все еще оставалось удивленное выражение, когда он смотрел на беззаботного и божественного боевого, как будто он не понимал, почему два небесных короля не помогли ему. Он не знал, что божественный, боевой и беззаботный призывали свои силы. Просто метеор был слишком быстрым. Пока они все еще собирали энергию, он уже убил старейшину. Свет, который исходил из глаз Тяньсе, убил старейшину прямо перед беззаботным и божественным боевым. Четыре небесных короля были в ярости. Затем четыре небесных короля, беззаботный, божественный, боевой, беспечный и небесный король света направились к Тяньсе, не говоря ни слова. Они были такими же быстрыми, как молния. ССС, ССС, ССС. Холодные и жесткие тела мертвых воинов защищали Тяньсе. Взгляды этих воинов были пустыми, а выражения лиц холодными. Все они извергали какой-то темный газ, несущий хаотичные магнитные поля внешнего пространства, сопровождая злые, неизвестные энергии внутри бурного пространственного потока. У некоторых трупов была аура бессмертной сферы. Если бы у них все еще была аура, они могли бы использовать концепции. Ледяная стена, ледяные сабли, огненное море и дикая молния сильно умножились и создали страшное, бесконечное запугивание. Даже четыре великих небесных короля сильно боролись и не могли создать для Тяньсе никакой угрозы. Улыбка не уходила с лица Тяньсе. Он смиренно и почтительно стоял под троном Цзия. Он снова сказал остальным. Мы дали вам, ребята, шанс, вы можете ухватиться за него или нет. Если мы не можем сопротивляться, мы должны уйти пораньше. В этот момент Ди Карлос вздохнул и предложил, его лицо было подавленным. Люди не поняли его идею. Если мы не уйдем сейчас, мы больше не сможем бежать, когда появится 11 ее клонов. Глаза Ди Карлоса были темными, когда он беспомощно сказал, она слишком сильная. До этого ее клоны находились в разных местах внутри хаотичного пространственного бассейна, чтобы черпать энергию из воинов, которые случайно попали в это место. Сегодня она все еще восстанавливается. Ей все еще нужно много энергии, чтобы вернуться в ее наилучшее состояние. Таким образом, ей пришлось отступить, когда на нее напал Ведерсон. Она также убрала Повелителя Богов и Минхаа. Даже если она не в лучшем состоянии, мы не можем ей сопротивляться. Когда ее 11 клонов соберутся, даже Повелитель Богов и Минхаа не смогут ей ничего сделать. Она так опасна. Красивое лицо Адиль побледнело. Учитывая то, что она была матриархом Императорского Темного Племени, было не так много вещей, которые могли ее напугать. Она была спокойной, даже когда ей приходилось иметь дело с Повелителем Богов. Она не особо боялась его. Однако, услышав, как Дикарлос говорит о том, каким пугающим был Хуи сегодня, она впервые узнала о том, что в этой безмерно обширной Вселенной Повелитель Богов и Минхаа не были теми, кто обладал самой высокой сферой. Существа абсолютного начала были истинными существами на вершине пирамиды существ. В глазах этих абсолютных существ все они были просто уязвимыми муравьями. Хорошо, ты должен открыть пространственный проход сейчас. Сюаньх быстро принял решение, подумав несколько секунд. Дикарлос больше ничего не говорил. Наполненный сожалением, он призвал свою концепцию, чтобы создать пространственный проход. В этот момент Шуянь увидел, как Цзэйя смотрит на них. Он внезапно почувствовал холод в своем сердце. Он видел блеск насмешки в ее глазах. Это был проблеск безразличия, потому что она знала о том, что она обязательно победит. Это было спокойствие, обусловленное тем, что она знала о том, что она все контролирует. Ни в скалах ни колебания пространственной энергии. Шуянь закричал, когда почувствовал, что что-то пойдет не так. Он хотел остановить его. Однако он опоздал на один шаг. Дикарлос призвал свою концепцию и использовал свою духовную энергию, чтобы соединиться с пространством. Однако после этого он обнаружил, что в пространство втекает неизвестная энергия. Суматоха его духовной энергии дала этой таинственной энергии проникнуть в его духовное море. Дикарлос мгновенно почувствовал, как десятки тысяч мечей пронзили его духовное море. Его духовное море было сильно повреждено. Даже в его духовном алтаре появились трещины. В этот проблеск времени его душа была повреждена. Тьфу. Дикарлос был бледным, когда выплюнул кровь. Он выглядел испуганным, когда повернулся к Цзия, к той, которая выглядела равнодушной и лишенной эмоций. Он схватился за грудь и отчаянно сказал, она использовала эту энергию для воздействия на пространство. Я не могу разорвать пространство. Моя душа ранена. Его тело было похоже на разбитое зеркало с множеством трещин, из которых текла кровь. Это было похоже на ткань, пропитанную кровью, которую кто-то выжимал. Эксперт второго неба бессмертной сферы, совершенствующий пространственную концепцию, не мог сбежать. Кто-то напал на него и нанес ему серьезный ущерб. Ди Карлос был известен как самая сложная цель для убийства. Люди думали, что даже Повелитель Богов и Минха они могли сбежать так же быстро, как Ди Карлос. Были времена, когда он считался самым сильным воином, с которым приходится иметь дело. Однако сегодня он получил травму, и двое людей, которые могли с ним сравниться, были доставлены в такое место, о котором никто не знал. Для остальных его раны были подобны молоту, ударившему их в грудь. Все были шокированы. В этот момент появился первый клон гигантского червя. Пока пространственные волны струились, он сливался с телом Хуэя. Люди пронзительно кричали, когда другие клоны червя непрерывно появлялись и сливались с телом мозгом. После того, как 11 клонов объединились с телом мозгом, люди увидели, что размер гигантского червя теперь увеличился в 10 раз. Его форма также изменилась. Это больше не был большой червь. Теперь это был гигантский змей с 12 головами. Настоящее тело Хуэя было грозным 12-главым гигантским змеем. У змей было темно-синее тело с множеством сложных узоров. Эти узоры скрывали тайны вселенной. 12-главый змей производил на людей странное, но идеально прекрасное впечатление. Он был похож на шедевр Творца. На голове в середине 12-ти голов была великолепная императорская корона. Это был ее главный мозг. В этот момент Цзия сидела на этой изысканной семицветной короне. Она выглядела еще более завораживающей. В ее теле были все черты очаровательной, сексуальной и великолепной леди. Ее привлекательность потрясла даже магнитное поле души. Даже воины высшего ранга, такие как четыре небесных короля, Сюаньхэ, Лазурный дракон и Адиль, которая была женщиной, были очарованы. Они выглядели озадаченными и страстными, как будто они были околдованы. Ее очарование повлияло как на мужчин, так и на женщин. Оно было на невообразимом уровне. Сюаньхэ стоял на одном колене, его лицо было скромным и уважительным. Похоже, ее очарование заморозило его сердце. Он знал о том, что Цзия сейчас находится в своем самом пугающем состоянии. Ее аура угрожала ему и заставляла его инстинктивно бояться. Он дрожал и не смел стать ровно. Пока другие воины высшего уровня смотрели на нее, красивые глаза Цзия сияли сильнее, как будто они излучали розовый ореол, который мог поглотить душу. Ее взгляд пронзил толпу и упал на Шияня. Ее губы распахнулись, и в голове Шияня раздался нежный, мягкий голос. «Иди ко мне». Шиянь стоял рядом с Адри. Его глаза затуманились, и он начал идти к ней. Однако он внезапно затрясся, словно только что очнулся. Он был напуган. Он развернулся и отступил, не сказав ни слова. Он решительно пошел прочь от нее. Глава 1351. Кровавая битва. Теперь все воины в хаотичном пространственном бассейне были очарованы. Они выглядели так, словно сошли с ума. Разум как мужчин, так и женщин был оккупирован очарованием Цзия. Это была очаровательная злая сила, которую было невозможно описать. Она поражала главенствующую душу и духовное море напрямую. Они пострадали и не смогли сопротивляться. Шиянь был в панике. Он не смел останавливаться, развернулся и ушел с решительным выражением лица. Если бы колебание источника в его голове не коснулось его, и если бы он не смог увидеть эту таинственную силу, его духовный алтарь тоже был бы захвачен. Он четко видел, что Цзия использовала невидимую силу, чтобы выпустить свою огромную духовную энергию и вторгнуться в головы людей, соблазняя их главенствующие души и озадачивая их всех. В этой толпе только он коснулся этой магической силы. Он распознал злую атаку и смог своевременно отступить. Он не смел задерживаться. Отступая, его душа источника создала связь с материком благодати. Он хотел использовать духовную энергию, чтобы создать пространственный проход. СССР Позади него появилась сияющая дверь, похожая на галактику. Внутри двери мелькнуло огромное бескрайнее море. Как владелец материка благодати, где бы он ни был, он мог вернуться на планету в любую минуту. Это была уникальная сверхъестественная сила воинов, слившихся с источниками. Как бы то ни было, у Цан Юня и Адри были низкие уровни, и они не знали пространственную концепцию, поэтому они не могли этого сделать. Однако Шиянь знал о том, что повелитель богов может сделать это. Он задавался вопросом, воспользовался ли повелитель богов шансом вернуться на континент древнего бога или нет. Поскольку воины здесь были очарованы, они вот-вот должны были попасть в ужасную опасность. Шиянь понимал, что с его сферой и базой совершенствования, хотя он и понимал эту таинственную силу, он не мог изменить ситуацию здесь. Более того, в этой орде людей он заботился только о Цзия. Тем не менее, Цзия была главой всего этого. Это была действительно шутка Творца. На данный момент он хотел избежать опасности. После того, как он открыл дверь, он собирался бежать на материк благодати. Ореол в глазах Цзия вращался. Она смотрела на него издалека, ее лицо было удивленным. Ей было любопытно, как он смог избавиться от духовного очарования. Ведь он смог решительно отступить. После воссоединения истинного тела гигантского змея Цзия всегда была безэмоциональной. Однако теперь она изменилась. Она выглядела взволнованной, как будто она наконец стала настоящим существом, живой и эмоциональной. Увидев, что Ши Янь хочет уйти, она отправила ему еще одно сообщение. «Зачем тебе уходить? Я тебя съем. Здесь так много людей, но я не убью тебя. Только тебя. Ты не можешь остаться со мной». Ее голос и колебания ее духовной энергии были идентичны настоящей Цзия. Казалось, что ее душа и сознание вернулись к ней. Однако Ши Янь не посмел купиться на это. Он не ответил, закрыл духовное море и промолчал. Он попытался убежать. Красивые глаза Цзия стали холодными. Она фыркнула, и ее фырканье, казалось, несло бесконечную злую энергию, которая могла изменить колебания пространственной энергии. Световая дверь, которую только что создал Ши Янь, была закрыта слоями света. Проблеск бескрайнего моря за дверью исчез. «Ты не знаешь, что для тебя хорошо». Цзия выглядела расстроенной. Лицо Цзия было холодным и мрачным. Он превратился в радужный свет, не дожидаясь приказов Цзия. Он проскользнул через группу экспертов клана богов и Сюянхы, чтобы добраться до Ши Яня и поймать его. Ши Янь был напуган. Наконец он взял себя в руки в критический момент. Потоки мыслей непрерывно проникали в его голову. Он осознал, что выжить будет тяжело. В этот момент Цзия была очень странной и злой. Никто не мог противостоять ей в одиночку. Если он хотел избавиться от Цзия, он должен был сделать все хаотичным. Ему нужно больше людей. Он принял решение, как только эта мысль возникла в его голове. Он коснулся своей глобелы. Его духовная энергия изменилась и заструилась, как невидимые волны. Его духовная энергия была оснащена чем-то холодным и ясным, что было предназначено для очищения души пробуждения разума. Сила, которую он получил, была точно такой же, как у Цзия. Это была сила, которую могли контролировать только существа абсолютного начала. Как он и предполагал, эта магическая сила сработала. Духовная энергия с ледяной энергией просочилась в духовный алтарь Адри, которая стояла ближе всего к нему. Адри была поражена. Она была разбужена. Ее изящное тело слегка дрогнуло, когда она закричала. Что случилось? Его духовная энергия быстро расширялась. Вскоре Сюаньхэ Адели Фродерик были разбужены. Он также разбудил экспертов клана богов. Взгляды у всех из них изменились, и они собрали энергию, чтобы создать печать и барьер для защиты своих духовных алтарей. Они поняли, что Цзия только что атаковала их разум. На этот раз они усвоили урок. Все пытались защитить свое духовное море и духовный алтарь, чтобы предотвратить вторжение в их души. Шиянь, что случилось? Адри проснулась первой. Шиянь был первым, кого она увидела. Она была достаточно умна, чтобы понять, что именно Шиянь спас их. Тяньхэ, ты сумасшедший. Сюаньхэ усмехнулся, превращаясь в длинную кровавую реку и двигаясь к Тяньхэ. В этот момент Тяньхэ хотел захватить Шияня. Сюаньхэ обнаружил, что только Шиянь может сломать духовные чары Цзия. Он знал, что, если Тяньхэ получит Шияня, то у них не будет и шанса оказать сопротивление. Таким образом, он призвал все свои силы, чтобы помочь Шияню. Многие тоже это поняли. Фредерик, Лэйди и Лазурный Дракон были тронуты. Они собрались вокруг Шияня, чтобы не дать Тяньхэ приблизиться и взять его под контроль. Защитите этого ребенка. Адиль была сбита с толку некоторое время, прежде чем смогла взять себя в руки. Она прокричала свой приказ. Войны императорского темного племени двинулись и окружили Шияня. Вместе с Сюаньхэ они оказали давление на Тяньхэ. Радужный свет вокруг Тяньхэ простирался бесконечно. Его лучи света странно чирикали, как будто они были насекомыми, общающимися друг с другом. Эти божественные огни внешнего пространства были именно тем, что контролировала Цзия. Их ауры были похожи на небесное пламя источника. Они были намного более сильными и таинственными, чем концепция света клана богов. СССССССССССС. Глаза Сюаньхэ покраснили. Из его глаз потекли вязкие кровавые реки, которые поравнялись друг с другом. Появился сильный запах крови. Кровавые реки бурно текли. Каждый раз, когда лопался один пузырь, он посылал поток цикрови. Цикрови собралась и сгустилась, создав кровавого дракона. У него была спокойная аура с импульсом, который мог привести всех существ к смерти. Из глубин кровавых рек выросла жизненная сила. Смерть и жизнь не атаковали друг друга, но сила жизни активировала силу смерти и увеличила магнитное поле смерти до высшей точки. Бесконечный радужный свет, выпущенный Тяньсэ, был покрыт кровавой рекой Сюаньхэ. Лицо Тяньсэ не изменилось, когда он тихо заговорил. Сюаньхэ, наши силы были равны. Но теперь ты намного хуже меня. Радужные огни были похожи на драконов, которые боролись в глубокой пропасти, пытаясь пройти через кровавую реку и направиться к Шииню. Сюаньхэ выплюнул кровь. Его кровь сгустилась в воздухе и создала кровавое сверло, которое было кристальным и сверкающим. Из сверла очень сильно выделялась жизненная энергия. Кровавая жертва. Сюаньхэ вскрикнул низким голосом. Кровавая река была похожа на кипящий котел или пруд с лавой, на котором было очень много кровавых пузырей. Появился красный дракон с густой убийственной аурой в глазах. У дракона была пугающая жизненная энергия. Он вырвался из кровавой реки, неслышно ревяя и направляясь к Тяньсэ, чтобы укусить его. Тяньсэ не пострадал. Его энергия колебалась, а затем он взорвался на бесчисленные точки света и исчез. Он появился позади Шииня и поднял руку, чтобы схватить его. Иди. Шиянь все еще был спокоен. Он выплюнул кровь на свой кровавый меч. Мгновенно все глаза на мечи открылись. Они стали как злые насекомые, которые ползали по мечу и усиливали его. Он превратился в острый луч крови и вонзился в Тяньсэ. После того, как его форма жизни сильно изменилась, его кровь больше не была бессмертной демонической кровью. Она была чем-то с различными магическими способностями, которые он еще не мог понять. Теперь его кровь несла неизвестную силу, которая делала его ауру и энергию на один уровень сильнее, чем бессмертная демоническая кровь. Это было похоже на разницу между человеческой кровью и бессмертной демонической кровью. У нее было больше особенностей, которые он еще не изучил. Таким образом, когда кровавые глаза открылись, его энергия мгновенно увеличилась. Бум! Раздался невероятный взрыв. Кровавый меч превратился в кровавый глаз и сильно ударил Тяньси в грудь. Кости Тяньси взорвались. Он больше не выглядел спокойным и расслабленным. Глядя на огромный глаз на его груди, он был поражен. Плотская броня. Шиянь внутренне закричал. Кровавый щит был похож на странный цветок, расцветающий на его теле. В то время как его духовная энергия изменилась, он превратился в тело, которое он только что развил. Появились пугающие шипы. Его спина треснула, из трещин выступила пара огромных костяных крыльев. Его когти стали такими же острыми, как сабли. Кровь в его теле теперь давала ему поток разрушающей землю энергии и дико текла по его венам. Кровь, плоть, кости и даже его внутренние органы непрерывно пульсировали. В этот момент Шиянь был уверен в том, что он сможет противостоять эксперту бессмертной сферы. Кровавый глаз на груди Тяньси пылал злобным кровавым светом, похожим на шипы ежа, вонзившиеся в грудь Тяньси. Тяньси кричал от боли. Его лицо изменилось, и он крикнул. Я не ожидал, что твоя форма жизни достигнет уровня кровожадного. Молодец. Ты достоин быть его преемником. Тук-тук-тук. Сердце Тяньси лихорадочно билось, как будто планета взрывалась. Вздымающаяся энергия, которая у него была, могла сравниться с экспертом третьего неба бессмертной сферы. Кровавый глаз оттолкнулся, как резиновый шарик. Грозная энергия пришла, словно бурлящее море, и следовала за кровавым глазом, чтобы покрыть Шияня. В этот момент угроза, исходящая от Тяньси, могла сравниться с запугиванием Брайна, повелителя богов, или главы контроля души Минхаа. Это было действительно потрясающе. Как ты смеешь, Фредерик, Лэйди и Лазурный Дракон одновременно взревели. Они немедленно приняли меры и выпустили магическую силу. Цзия наблюдала за всем этим со своего трона над императорской короной на голове Хуэя. Ее красивые глаза смотрели на Шияня. Ее руки сжались в кулаки. Она выглядела тронутой. Казалось, что Шиянь в своей новой боевой форме с таинственной энергией заставил ее что-то вспомнить. Глава 1352. Причина и следствие Тяньси съел Цезаря Лин Сяна и Ларрин в секретном подземном дворце торговой палаты Цунами, чтобы увеличить свою сферу и силу. Теперь он был таким же сильным, как повелитель богов или Минхаа. Его сила была необычной. Никто не сможет успешно справиться с Тяньси в одиночку. Тем не менее Фредерик Лэйди и Лазурный Дракон объединились с Сюяньхой, поэтому даже несмотря на то, что Тяньси обладает потрясающей силой, ему все равно придется побороться. Тяньси, ты тайно сотрудничал с чужаком, чтобы устроить заговор против нашего мира. Ты заслуживаешь тысячи смертей. Прогремел Лэйди. Бесчисленные лучи ударов молнии и шары непрерывно обстреливали Тяньси. Это полная чушь. Тяньси нахмурился и холодно сказал, я не из вашего мира. Моя хозяйка создала меня точно так же, как пустынный создал Кровожадного. Я вошел в ваш мир, зарождающееся пространство пустынного, чтобы приготовиться разбудить хозяйку. Услышав его, все были в шоке. В их глазах показалось их удивление. То, что Тяньси только что сказал им, очень напугало их. До сих пор личность Кровожадного все еще оставалась загадкой, которую многие люди пытались раскрыть долгое время. Тяньси сказал, что пустынный создал Кровожадного. Как это может быть? Вум, бум, бум. Радужные огни вылетели из тела Тяньси и разбили шары молнии, созданные Лэйди. Он сказал со свирепым лицом, что такое. Вы мне не верите? Вы не можете это объяснить? В этот момент Сюаньх и Фредерик собрались рядом с Шиенем и использовали свои лучшие способности, чтобы защитить его. Все они поняли, что Цзия могла использовать эту злобную таинственную силу, чтобы проникнуть в духовные алтари людей и захватить их разум в мгновение ока. Только Шиянь еще один человек, который обладал такой силой, мог восстановить их здравый разум. Таким образом, пребывание Шиеня в целости и сохранности станет ключом к этой битве. Он был эффективным щитом, который они могли использовать, чтобы противостоять Цзия. Если бы ты сказал, что пожиратель создал кровожадного, мы могли бы на это купиться. В этот момент лицо Шиеня было холодным и суровым. Кровавая броня хорошо облегала его тело. Это выглядело так, будто своеобразный красный цветок расцветал на его груди. Пара костяных крыльев взмахивала за его спиной. Энергия, поднимающаяся в его теле, может разбить весь мир. Хаим. Кровавые глаза, трансформировавшиеся из кровавого меча, тихо появились над его головой. Кровавый свет сверкал в кровавых глазах, непрерывно высвобождая злую энергию, которая могла повлиять на духовное море людей. В красивых глазах Адри появился страх. Она смотрела на него со слегка приоткрытыми губами. Видимо, она была в ужасе. Адель, ее мать и воины императорского темного племени также боялись и странно смотрели на Шиеня. Они никогда не видели тела Шиеня после недавней трансформации. В этот момент они сильно тряслись. Все они чувствовали себя неуверенно. Вздымающееся жизненное магнитное поле от его тела было настолько огромным, что оно подчинило других. Они чувствовали себя настолько подавленными, что не могли сопротивляться. Это было как в том году, когда они столкнулись с кровожадным. Это было похоже на существо низкого уровня, впервые увидевшее существо высокого уровня. Оно инстинктивно видело разницу. Сюаньхэ, Фредерик и Лазурный Дракон прекратили атаковать Тяньси. У них было серьезное лицо. Их глаза сверкали, когда они ожидали, что Тяньси объяснит дальше. Будучи лидерами силы кровожадных, Сюаньхэ и Фредерик не знали личности кровожадного. Ранее Минхао высказал свое предположение о том, что кровожадный был комбинацией родословных четырех великих существ. Однако это было только его недоказанное предположение. У Тяньси были близкие отношения с Хуэем. Поскольку Хуэй был одним из существ абсолютного начала, он, должно быть, рассказал Тяньси много информации об этой эре. У них было предчувствие, что Тяньси скажет им правду о личности кровожадного. Тяньси повернул голову и посмотрел на Цзэя, чтобы узнать ее мнение. Цзэя высокомерно кивнула. Тяньси почтительно поклонился ей. Затем он обернулся и расслабленно улыбнулся. Пустынный был сильно ранен. Его тело было разделено на пять частей. Пустынный был мозгом. Материк благодати, благословенный богом материк, континент древнего бога и континент древнего демона являются его четырьмя клонами, четырьмя индивидуумами. Каждый из этих четырех индивидуумов соответственно создал клан богов, клан бессмертных демонов, племя небесных монстров и императорское темное племя. Десять тысяч лет назад предшественники четырех великих рас вступили на Пустынного и попытались подчинить его. На самом деле это была операция четырех клонов в попытке заменить мозг. Они потерпели неудачу в конце. Много лет спустя четыре клона Пустынного начали сражаться друг с другом. Они побудили четыре великих существ сражаться внутри зарождающегося пространства Пустынного. Они хотят превратить это место в область непрекращающейся войны, которая разрушит звездные области. Это сделает зарождающееся пространство более тяжелым и продлит время пробуждения мозга. На этот раз все сосредоточились на том, чтобы слушать Тяньси. Никто не принимал меры, потому что то, о чем говорил Тяньси, было связано с загадками и переменными этого мира. Эти вещи беспокоили их в течение бесчисленных лет. Все хотели узнать причины. Остальные четверо потерпели неудачу десять тысяч лет назад. Пустынный убил их всех. Затем Пустынный признал, что если он продолжит позволять четырем клонам действовать опрометчиво, то что-то случится, и Пустынный не сможет это контролировать. Затем он использовал кровь четырех предшественников, чтобы создать Кровожадного. Кровь Кровожадного несла в себе преимущество четырех великих существ. Она была близка к совершенной крови существ Иры Абсолютного начала. Пустынный создал Кровожадного потому, он что хотел использовать его, чтобы уничтожить четыре великих клана. Он хотел использовать Кровожадного, чтобы объединить клонов с мозгом, чтобы наконец пробудить его. К сожалению, в то время как Пустынный передавал концепции Кровожадному, тот, кто только что обрел сознание, а именно Пожиратель, напал на них. Пожиратель – это Кровавое море, священная земля силы Кровожадных. Он выглядит как темная бездна. Он также является одним из существ абсолютного начала и заклятым врагом Пустынного. Пожиратель воспользовался шансом, когда Пустынный был ослаблен после создания Кровожадного, давая Кровожадному свои концепции. Главная концепция Пожирателя – пожирающая концепция. С восемью великими злыми концепциями Пожиратель хотел использовать Кровожадного, чтобы уничтожить существ и зарождающееся пространство Пустынного. Кровожадный был ключом к битве, которая происходила миллиарды лет между Пустынным и Пожирателем. Пустынный хотел использовать Кровожадного, чтобы воссоединить мозг и клонов, чтобы проснуться. Однако Пожиратель устроил им засаду. Пожиратель дал Кровожадному свои концепции. Тренировка Пустынного и концепции Пожирателя заставили Кровожадного появиться как молния, которая пересекла небеса и превзошла четырех великих существ. Поначалу Кровожадный убивал людей повсюду. С пожирающей концепцией он накопил энергию и достиг чрезвычайно высокого уровня. Кровожадный был очень талантливым. После этого без Учителя он все еще мог воспринимать и контролировать темную энергию, а это могли делать только существа Эры Абсолютного начала. Постепенно он осознал смысл своего существования. Он понял, что он был просто ключом в битве между Пустынным и Пожирателем. Таким образом, Кровожадный стал необычным на более позднем этапе. Он больше не убивал, а начал набирать учеников и создал свою силу. Он хотел восстать против всего. На своей последней стадии Кровожадный превзошел бессмертную сферу. Он стал существом, который можно сравнить с существами Эры Абсолютного начала. Он хотел избавиться от установок Пустынного и Пожирателя. Он хотел вылететь из этой вселенной. Тем не менее Пожиратель ограничил его. В конце концов у него произошла битва с Пожирателем. Несмотря на то, что он ранил Пожирателя, он тоже получил повреждения. Пока Кровожадный был таким слабым, на него напал Пустынный. Пустынный заставил Повелителя Богов объединить усилия с множеством экспертов, чтобы полностью уничтожить его. Спустя сто тысяч лет Кровожадный был первым экспертом в этом зарождающемся пространстве, который превзошел всех, чтобы свободно расхаживать в Звездном море. Он изучил темную энергию. Он получил способность полностью разрушить этот мир. Если бы его судьба не закончилась здесь, он бы преуспел. Тяньси обернулся и посмотрел на Цзия с уважением. Он повернулся к остальным и продолжил. Моя хозяйка получила худший урон. Она не могла соревноваться с Пустынным и Пожирателем с самого начала. Тем не менее она воспользовалась шансом, когда Пустынный и Пожиратель сражались друг против друга в течение миллиардов лет без перерыва, и существование Кровожадного ранило как Пустынного, так и Пожирателя, что сделало их бездействующими. Таким образом, в этой огромной вселенной сегодня моя хозяйка является истинным экспертом. Если вы будете служить моей хозяйке, она простит вас. Вы, ребята, сможете отделиться от этого мира. Прошли миллиарды лет, и Пустынный и Пожиратель сражались непрерывно. Как они могли это делать? Фредерик был удивлен. Тяньсе презрительно улыбнулся. Твоя священная земля силы Кровожадных, темная пропасть. Это сознание Пожирателя. Это похоже на то, как ты использовал свою духовную энергию, чтобы вторгнуться в зарождающееся пространство Сюаньхы, чтобы испортить его и уничтожить. Теперь понимаешь? Фредерик звучал изумленно. Темная бездна нашей силы Кровожадных. Это сгущение духовной энергии Пожирателя. Пожиратель вторгся в зарождающееся пространство Пустынного из другой Вселенной, верно? Каждая из битв на их уровне может длиться миллиарды лет. Они сражаются и сейчас. Их методы борьбы – это то, что мы никогда не поймем. Кровожадный был всего лишь маленьким фрагментом в их борьбе, объяснил Тяньсе. Все были напуганы. Если подумать об этом, темная бездна, которая была духовной энергией Пожирателя, вторглась в зарождающееся пространство Пустынного. Два существа, существующие не весть сколько времени, сражались друг с другом на протяжении бесчисленных лет. А местные воины были просто крошечными существами, живущими в зарождающемся пространстве Пустынного. Вполне возможно, что, когда на них смотрели существа абсолютного начала, такие как Пустынный или Пожиратель, они думали, что смотрят на каких-то насекомых или муравьев внутри их зарождающегося пространства. Это была бомба, которая взорвала их разум. Тяньсе объяснил им это просто и откровенно. Ши Ян это хорошо понимал. В то время как его разум изменился, его духовная энергия двигалась сквозь похожие на галактику зарождающиеся пространства. Он скользил по многим звездным областям. Теперь на его лице появилась вынужденная улыбка. Если, если он был просто каплей дождя или маленьким насекомым в чьем-то зарождающемся пространстве, и этот человек мог видеть каждый его поступок, насколько печальным он должен быть. Не удивительно, что Кровожадный рискнул своей жизнью, чтобы восстать и избавиться от всего. Он хотел сломать эту клетку. К сожалению, Пустынный создал Кровожадного. Это было его самое ужасное несчастье, а также причина, по которой он потерпел неудачу. Как и сегодня, он слился с материком благодати и мог наблюдать за действиями каждого существа на материке благодати. Он обладал способностью контролировать членов племени небесных монстров. Это могло быть возможным потому, что он не полностью слился с материком благодати. Если бы он полностью слился с источником материка благодати, он мог бы быть как повелитель богов, который мог контролировать жизнь каждого члена племени небесных монстров. Шиянь наконец-то очнулся. Полностью очнулся. Наконец он узнал о том, почему до того, как кровожадный потерял свою жизнь Его последними словами была просьба Сюяньхэ Сюяньшаню и Лаоло найти преемников в другой вселенной Это было потому, что только души из других вселенных могли игнорировать принципы и правила судьбы в этой вселенной Они могут сломать клетку, не опасаясь ужасающей способности пустынного контролировать жизни людей Глава 1353 Морская область небытия После того, как Тяньси закончил, все надолго замолчали и погрузились в абсолютный страх Сидя на короне на главной голове Хуэя, Цзэя наблюдала за людьми Она выглядела спокойной и расслабленной, как будто она все контролировала Она позволила Тяньси рассказать другим правду, чтобы сломить защиту их разума Если они поймут свое горе, у них не будет мысли зависеть от пустынного и этого мира Вот как она может подчинить их и заставить их работать на нее С этими ведущими экспертами она может выполнить секретную операцию, которую она планировала много лет Подчинить пустынного и слиться с ним В этот момент каждый подвергся сильному шоку, поразившему их души У них кружилась голова, потому что они не знали, что делать, чтобы продолжить свою жизнь То, что связывало их, например, ответственность, война, резня и защита, стало галлюцинацией Все присутствующие воины потеряли желание сражаться Они не знали, куда им идти или куда вернуться Если вы будете служить моей хозяйке, она не только обеспечит вашу безопасность, но и предоставит вам отличную возможность Она поможет вам избавиться от заключения пустынного Вы сможете свободно летать по миру В этот момент манящий голос Тяньсе направлял их, что усилило пугающую Ауру Цзия Несколько старейшин клановагов со слабой волей недоуменно кивнули Извини, отличная возможность, которую ты предложил, не привлекает меня Внезапно Шиянь фыркнул Его разум мелькнул, чтобы открыть пространственную трещину, соединяющуюся с материком благодати Появилось снова бескрайнее море Значит, ты все еще хочешь быть заключенным рабом? Усмехнулся Тяньсе Шиянь надул губы и не стал обращать на него внимания Он резко прыгнул в пространственную трещину Возможно, все здесь были заключенными пустынного, но только не он Его душа не была создана пустынным Он был независимым Пустынный не мог контролировать его судьбу Кроме того, он не был связан ни с одним из существ абсолютного начала В настоящее время он только постиг темную энергию, некую силу, которая может превратить что-то гнилое в нечто волшебное Если у него будет достаточно времени, чтобы понять ее тонкие особенности, он сможет достичь уровня кровожадного В то же время он сможет избежать трагической судьбы кровожадного Зачем ему подчиняться и становиться слугой Тзэя, которая ведет себя так, как ей хочется Более того, это была не настоящая Тзэя Это была душа Хуэя Эта пространственная трещина может оставаться некоторое время Она не может уничтожить ее, потому что я использую ту же самую энергию, чтобы создать ее Если вы хотите уйти, вы должны действовать быстро Ши Янь повернулся и улыбнулся, прежде чем уйти Красивое лицо Адри было тронутым Она ничего не сказала и бросилась вперед к пространственному проходу на максимальной скорости Она пошла за Ши Янем, вспыхнула и исчезла в пространственной трещине В то же время Сю Яньхы, Адиль, Фредерик, Лэйди и Лазурный дракон долгое время не колебались Они быстро бросились вперед, когда они парили довольно близко к Ши Яню До того, как пространственная трещина закрылась, все они со своими высокими сферами исчезли Тзэя сидела, скрестив ноги, на императорской короне Ее красивые глаза прищурились, когда у нее во взгляде появился задорный блеск Казалось, она уже рассчитала это Прежде чем пространственная трещина закрылась, странная энергия затрясла и закрыла проход Прежде чем она исчезла, ее направление и пункт назначения изменились Хозяйка Тяньси нахмурился и спросил Тзэя Лицо Тзэя не изменилось Они не могут вернуться в зарождающееся пространство пустынного Ши Яни, эта маленькая девочка, слились с источниками клонов пустынного Пока они не смогут вернуться, пустынный не сможет проснуться Это хорошо для нас Затем она посмотрела на членов клана богов, четырех небесных королей, глав 12 семей и старейшин Следуйте за мной, или я вас уничтожу Выбирайте сами Воины клана богов были полны страха Это было туманное место без неба или земли Там летали остатки разбитых звезд и фрагменты астероидов Деры в пустоте вспыхнули и странно пошевелились, как род монстра, готового сожрать своих жертв Каждый уголок этого места наполнила пустынная, холодная и бесплодная аура На некотором расстоянии от того места летали обломки звезд и отбросов, как опилки, в бескрайнем море В сердце Ши Яня усилился неизвестный холод Он стоял на огромном темно-красном камне Глядя вдаль, он был в ужасе Конечно, это был не материк благодати Когда Ши Янь вошел в пространственную трещину, он понял, что что-то пошло не так Он понял, что энергия сотрясла пространство и повлияло на его телепортацию Ши Янь не знал, где он сейчас находился Он выпустил свою духовную энергию и обнаружил, что его духовная энергия не может добраться до конца этого места Это было похоже на маленькую лодку, плавающую в самом отдаленном районе бескрайнего моря Он не мог найти суматоху живых существ Треск Внезапно послышался хруст вместе с легким дыханием на алмазоподобном камне рядом с ним Ши Янь был удивлен Его тело вспыхнуло, и он приземлился на гигантский неограненный алмаз Он посмотрел на Адри и удивленно спросил Почему ты здесь? Адри выглядела немного небрежной Ее зеленое платье было порвано, обнажая ее белые нефритовые, сияющие бедра Это вызывало у людей много мыслей Услышав голос Ши Яня, она успокоилась и сразу же заговорила Я впервые на материке благодати Это место кажется мне странным Во время разговора она медленно поднялась Ее глаза были холодными и ясными Она с любопытством рассматривала свое окружение Вскоре после этого ее выражение лица стало странным Это не материк благодати Улыбнулся Ши Янь Пока мы телепортировались, Хуи повлиял на пространственную трещину Я не знаю, где мы сейчас находимся Что меня больше всего удивляет, так это то, что я не могу наладить связь с материком благодати Я не могу найти дорогу назад Попав в это место, Ши Янь попытался связаться с источником материка благодати К сожалению, его духовная энергия была как камень, погружающийся в море без эха Раньше такого никогда не было В этом пространстве, как только его мысль мелькала Он мог соединиться с источником материка благодати, где бы он ни находился Даже если он находился в хаотичном пространственном бассейне Он мог быстро наладить контакт с материком благодати и вернуться туда в мгновение ока Однако в этой области его связь с материком благодати была прервана Он не мог поймать никакого сигнала или соединения Конечно, это не материк благодати Это морская область небытия Красивое лицо Адри стало напуганным Ши Янь был сильно потрясен Он поморщился Это место, морская область небытия Адри неохотно улыбнулась Я никогда не была здесь раньше, но я слышала об этом месте от моей матери Это место, морская область небытия Это самая загадочная область в мире Если Тяньсе прав в том, что вселенная, в которой мы живем, является всего лишь зарождающимся пространством пустынного Тогда морская область небытия является территорией, отколовшейся от пустынного Конечно, ты не можешь сейчас соединиться с материком благодати Теперь Ши Янь понял их текущее положение Ранее он мог вернуться на материк благодати за одно мгновение потому, что он находился в пространстве, которое создал пустынный Бурный пространственный поток не принадлежал пустынному, но имел с ним магическую связь У них было множество проходов между собой Вот почему он мог легко путешествовать Тем не менее эта морская область небытия не имела ничего общего с зарождающимся пространством пустынного В этой области это было просто мечтой, если он хотел вернуться в зарождающееся пространство пустынного Здесь только ты Ши Янь некоторое время размышлял, а затем спросил Кажется, что Сю Янь и другие тоже последовали за мной, но я не уверена, попали они в пространственную трещину или нет Даже если они смогли это сделать, я боюсь, что они были разбросаны по всей территории морской области небытия Я думаю, что они не могли вернуться в наш знакомый мир Ши Янь выглядел печальным Он осмотрел огромное пространство, к которому он не принадлежал, и спросил Как мы можем вернуться, кто знает Адри покачала головой Сделав паузу на некоторое время, она внезапно выглядела изумленной Ши Янь, этот клон Хуя имеет с тобой близкие отношения, не так ли? Конечно же мы с ней близки Она Ши Янь инстинктивно ответил, но затем неестественно остановился и сухо улыбнулся Она мой близкий друг Я никогда не мог представить, что она была душой Хуя Это правда, что мы ничего не можем предсказать Ну, она не просто близкая подруга, не так ли? Адри выглядела так, как будто она все поняла Ее лицо было естественным, но уголки ее рта дернулись, как будто она дразнила его Если это красивые девушки, то у них с тобой будут отношения Я думаю, что это немного двусмысленно После того, как я вернулась в императорское темное племя, я навела о тебе справки Ты именно такой человек, утверждала она Ши Яню было весело, его взгляд был странным У тебя было слишком много свободного времени и ты сошла с ума? Зачем тебе понадобилось наводить обо мне справки? Ну, потому, что ты новый мастер силы кровожадных Адри надула губы Ши Янь больше ничего не говорил Он сосредоточился на наблюдении за окружением Он обнаружил, что это место заполняла яростная энергия Разбитые звезды, остатки астероидов и кусочки непонятных вещей не были неподвижными Время от времени они перемещались по мере перемещения морской области небытия И с изменениями пространственных дыр в пустоте Неподалеку от них был сверкающий камень, который излучал палящий жар и волны ужасающей энергии Некоторое время Ши Янь почувствовал его, и его глаза просветлели Он немедленно бросился к этому камню Адри была удивлена Она нахмурила брови и последовала за ним Внутри трещины горящей красной скалы лежал алый камень Он был размером с кулак, но колебания энергии и волны огня, исходящие оттуда, были очень грозными Это ядро солнца Несмотря на то, что оно было размером всего лишь с кулак, оно бесценное Для людей, которые совершенствуют огненную концепцию, оно очень полезно Сказала Адри с яркими глазами Морская область небытия действительно волшебная Я слышал, что только эксперты бессмертной сферы могут выжить в этом месте Мы еще не достигли бессмертной сферы, а твоя сфера даже ниже моей Как мы все еще находимся здесь в целости и сохранности? Ши Янь был настроен скептически Возможно, мы еще не дошли до опасных районов Я полагаю, что мы находимся во внешней части морской области небытия Тихо сказала Адри Должно быть это потому, что мы слились с источником У Ши Яня появилась другая мысль Он поднял одну руку, чтобы схватить это солнечное ядро, а затем изверг золотое пламя Пламя окружило ядро и очистило его Постепенно алый камень превратился в капли огня Раньше я слышала от своей матери о том, что в морской области небытия есть множество фрагментов мощного божественного оружия Они намного сильнее, чем тайные сокровища, которые мы знаем Тут есть множество вещей, которые мы даже не можем назвать Они остаются здесь после очень давнего разрушения звездных областей Увидев, как Ши Янь растапливает солнечное ядро Адри выглядела удивленно и пробормотала Я верю тебе Спарк получил осколок небесного ледяного нефрита в этом месте Он очистил его, чтобы оно стало его жизненным сокровищем с огромной силой Тот осколок нефрита взял от Зия Я думаю, что он может быть самым острым оружием Иры абсолютного начала Я боюсь, что эта морская область небытия когда-то была местом сражения существ абсолютного начала Ши Янь выглядел задумчивым Глава 1354 Долгие и одинокие дни Пустота была туманной с бесчисленными кусками камней и разбитых звезд Опасности скрывались повсюду и появлялись время от времени Территория здесь была бесконечной и вечно пустынной Она была похожа на мир, который был заброшен на протяжении миллиардов лет Там не было ни ауры, никаких бы то ни было живых существ Ши Янь и Адри сидели на ромбовидном куске разбитой лунной звезды Они смотрели на бесконечную пустоту с подавленными выражениями лиц Ши Янь очистил эту разбитую лунную звезду, чтобы сделать ее временным линкором Используя свою силу Бога, он двигался быстро, словно метеор, по морской области небытия При текущей скорости этой лунной звезды она могла за один день пересечь звездную область, которая составляла более 1 миллиарда миль Однако они не знали, как долго они ехали на этом куске камня В любом случае, они не получили никакого урожая по пути Они не встретили ничего ценного и не увидели каких-либо существ Казалось, что в этой чрезвычайно обширной и безграничной морской области небытия существовали только они вдвоем В их сердцах постепенно зародилось чувство одиночества и изоляции Они думали, что никогда не увидят надежду или другой конец этого места Сначала они все еще говорили и поддерживали друг друга каждый день Затем они сократили разговоры, увидев подавленный блеск в глазах друг друга В этом месте была тонкая энергия неба и земли, которую они могли использовать для совершенствования Тем не менее, она была слабой, поэтому было действительно трудно использовать энергию этого места для дальнейшего совершенствования Однажды глаза Адри слегка просветлели На ней все еще было зеленое платье, а на ее красивом лице не было ни пылинки Слабый ореол защищал ее сексуальное тело Сколько времени прошло, она бормотала, как будто говорила сама с собой Шиянь открыл глаза, когда услышал ее, его лицо было горьким и суровым Тут нет солнца, луны или звезд Здесь нет понятия времени Я не знаю, сколько времени прошло, но я думаю, что много До того, как мы попали сюда Мое третье небосферы зарождающегося бога не было стабилизировано, но теперь я в порядке Интересно, что происходит в нашем мире Хой уничтожил наш мир Я не знаю, куда телепортировалась моя мама Если она здесь, то почему мы еще не встретились? Адри некоторое время не разговаривала с Шиянем И теперь, когда она начала говорить, казалось, что она не могла остановиться Эх, если бы я знала, что нас доставят сюда, то остаться там не было бы плохим выбором Шиянь был удивлен Если бы ты осталась там, возможно, тебя бы не убили, но в твоей душе была бы печать души, которая тебе не принадлежала бы Ты хочешь быть его марионеткой? Адри была подавлена Она склонила голову и вздохнула Несмотря ни на что, она все еще была очень завораживающей По твоему мнению, эксперты бессмертной сферы приходили сюда, чтобы тренироваться Как как они могли войти и как нам выбраться отсюда? Спросил Шиянь, нахмурившись Хотя моя мать является экспертом бессмертной сферы, она также является матриархом, поэтому ей пришлось управлять племенем У нее еще не было возможности посетить морскую область небытия Она сказала мне, что эти эксперты бессмертной сферы пришли к концу нашего мира и пересекли странную реку, чтобы добраться до этого места Адри нахмурила брови и вспомнила слова своей матери Она объяснила У воинов, прибывающих сюда из нашего мира, есть специальный компас, который ориентируется по нашему миру Вот как они могут не потеряться и в конечном итоге найти дорогу домой Шиянь горько улыбнулся Трагично, что мы не знаем направления Мы не знаем, где наш мир Мы как безголовые мухи, бесцельно летающие Эта область была туманной, и они не могли измерить время или проверить направление Они ощущали бесконечное одиночество и холод Если бы воин потерялся здесь, одиночество и изоляция стали атаковать его сердце В конце концов он потерял бы рассудок и погрузился в вечную тьму В этой области отчаяние было главным врагом Если человек не сможет победить свое отчаяние, его воля иссякнет В безвыходной ситуации он будет думать о негативных результатах Тогда он станет дезориентированным и постепенно станет слабее, пока не поглотит всю свою жизненную силу Это странно Моя мама сказала, что эта область чрезвычайно опасна Опасности скрыты повсюду Почему мы все еще живы и здоровы? Адри было любопытно Шиянь не мог этого объяснить Старейший Наспарк из клана богов посещал морскую область небытия Но он осмотрел только окраину морской области небытия Там он получил осколок небесного ледяного нефрита Согласно его словам, морская область небытия была чрезвычайно опасной За исключением настоящих экспертов бессмертной сферы Остальные вряд ли смогли бы выжить Однако за это время, кроме изоляции, одиночества и холода Шиянь и Адри фактически не столкнулись ни с одной опасностью, которая могла бы убить их Это наполнило их сердца сомнениями И это действительно морская область небытия Можем ли мы ошибаться? Шиянь звучал изумленно Нет, мы не можем ошибаться Подтвердила Адри Видишь, кусочки разбитых звезд, остатки астероидов, пустотные пещеры и бурная энергия Это особенности морской области небытия Я предполагаю, что из-за нашего местоположения мы не столкнулись с какой-либо опасностью Может быть, мы находимся в особом районе морской области небытия Где? Шиянь был удивлен Я не знаю Но я слышала от своей матери, что в морской области небытия все еще есть некоторые относительно безопасные районы В которых эксперты могут недолго отдохнуть, чтобы скорректировать свое состояние Во всяком случае, она также сказала, что в этих районах будет нечего собирать Драгоценные вещи там не появятся, объяснила Адри Почему? Спросил Шиянь Она сказала, что очень много экспертов бессмертной сферы посетили морскую область небытия для исследования Они давно закончили поиск ценных вещей в безопасных зонах Ничего не осталось Только в районах с большим количеством смертельных ловушек могут быть сокровища, которые они еще не обнаружили Ответила Адри тихим голосом Внезапно она встала Ее белоснежные прямые ноги были очень привлекательными Ее пара ясных и глубоких глаз смотрела вдаль Адри вздохнула Тяньсе сказал, что мы живем в зарождающемся пространстве пустынного Этот мир не является настоящей вселенной Я думаю, что существа из реальной вселенной приходили в эту область Но поскольку она невообразимо огромная, с ними трудно встретиться Она повернула голову, чтобы взглянуть на шеяня Подумала и сказала Предшественники императорского темного племени встречались с чужаками в морской области небытия Они принадлежали реальной вселенной Это секрет нашего племени Это не стоит говорить другим, но мы находимся в особом положении Ничего страшного, если я скажу тебе сейчас Существа из реальной вселенной Были ли они существами абсолютного начала? Шильянь был поражен Я так не думаю, покачала головой Адри Согласно записям наших предшественников Хотя они выглядели странно Они не были такими гигантскими, как существа абсолютного начала Мой предшественник не мог общаться с ними Они встретились, а затем расстались вскоре после этого Мой предшественник считал, что они действительно сильные и не слабее его В то время он был на втором небе бессмертной сферы Шильянь молчал Он узнал правду давно Он знал, что мир, в котором он обитал, был лишь зарождающимся пространством пустынного Это был мир, который создал пустынный Это была не настоящая вселенная Морская область небытия избавилась от пустынного Таким образом, было не странно, если другие существа могли прийти сюда В этом огромном звездном море, если существа абсолютного начала Такие как пустынный, пожиратель или хуэй, могли существовать То были и другие живые существа Возможно, они были не такими сильными, как существа абсолютного начала Но они были явно сильными Теоретически, это не было странным Если бы предшественник императорского темного племени мог столкнуться с несколькими чужаками в морской области небытия Просто они бродили по чрезвычайно обширной территории и не могли встретить ни одного странного существа Пока мысли приходили ему в голову Шиянь долго молчал, а затем сказал Мы не можем вот так бездействовать Возможно, нам следует активно искать опасные районы Мы можем найти драгоценные сокровища в месте, которое может угрожать нашей жизни Мы можем даже увидеть других существ Если они будут оставаться в этой безопасной зоне, то даже если они смогут отдыхать в течение 100 лет, они не найдут дорогу домой Если они не смогут встретиться с каким-либо другим существом, чтобы узнать об этой области, они никогда не сбегут из этого места Это хорошая идея Но мы даже не знаем, где находятся опасные зоны Даже если мы хотим пойти туда, нам нужно найти подходящее место Неохотно сказала Адри Если бы ты сказала мне, что у нас будет больше шансов, если мы попадем в опасные районы, мы бы отправились туда давным-давно Во время езды на метеории я чувствовал, что некоторые места были очень опасными Я пытался избежать этих областей Когда они двигались, Шиянь выпустил свою духовную энергию, чтобы почувствовать Он увидел много областей с пугающими колебаниями энергии Ауры этих областей заставили его почувствовать угрозу жизни Таким образом, он не уведомил Адри и избегал этих мест для обеспечения собственной безопасности И теперь, слушая объяснения Адри, он наконец понял, что они должны рискнуть, чтобы найти правильное направление Они должны прыгнуть в эти смертельные ловушки Почему ты не сказал мне раньше? Адри упрекнула и обвинила его в том, что он зря потратил время Ты не могла вынести опасности там Я просто хотел, чтобы ты была в безопасности Шиянь нехотя улыбнулся Ты находишься на первом небе сферы зарождающегося Бога Я уверен, что ты не сможешь выжить на землях, которые я почувствовал Не говоря уже об Адри, даже Шиянь знал, что эти районы были непредсказуемо опасными И он не может быть уверен в собственной безопасности Таким образом, он не сказал Адри Ты презираешь меня? Взгляд Адри стал холодным Ладно, мы должны продолжать идти Когда моя духовная энергия обнаружит опасность, мы пойдем туда Надеюсь, в то время ты сможешь проявить себя наилучшим образом и удивить меня Расслабленно улыбнулся Шиянь Адри фыркнула Ну, я одна из воинов с источником Хотя моя сфера низкая, я могу защитить себя Я не буду зависеть от тебя Ничто не может быть лучше Глава 1355 Поток астероидов Шиянь открыл глаза, когда ехал на прозрачном куске разбитой лунной звезды и смотрел в каком-то направлении с суровым выражением лица С того направления пришли волны хаотичной энергии Разрушающие мир взрывы гремели повсюду с пространственными клинками, которые разрывали пустоту Шиянь почувствовал, как его душа дрожит Шиянь был уверен в том, что область, которую почувствовала его духовная энергия, была заполнена опасностями Адри сказала, что они могут встретить других существ только в таких опасных зонах Кроме того, они могут получить чудесные, драгоценные материалы или предметы в морской области небытия Ты что-то обнаружил? После предыдущего разговора Адри заметила действия Шияня Увидев, как его выражение лица стало суровым, она не испугалась Она обрадовалась На ее нефритовом лице сиял красивый свет Пока она бормотала, она встала Бедра Адри двигались, и она была похожа на проворную зеленую бабочку Эта область была заполнена осколками планеты, словно крупными пылинками, летающими во внешнем пространстве Из очень далекой области впереди они видели густой поток сияющих метеоров, стреляющих в область, где собралась хаотичная энергия Молния ударила, как гигантский, возмущенный дракон, взмывающий в небо Грохот гремел и сотрясал души людей Острые клинки были как косы, режущие мир Они могли даже разрезать огромные кусочки разбитых звезд, словно мягкий тафу Эти острые клинки были пространственными клинками, известными своей скоростью и яростью Хотя они не были сделаны экспертами с пространственной концепцией, они были намного более острыми, чем клинки, которые мог создать Декарлос, используя свои лучшие способности Шиянь не сомневался в том, что эти клинки могут легко расчленить экспертов бессмертной сферы Это область У Шияня было подавленное выражение лица, и он указывал на место, в котором собирались падающие звезды Он призвал свою энергию и затем повернулся к Адре Ты готова? Красивые глаза Адре смотрели на это место Она выглядела удивленной и испуганной Некоторое время подумав, она решительно кивнула Я готова Шиянь ничего больше не сказал Ромбовидная лунная звезда под ними превратилась в холодный и ясный лунный свет и ускорилась к этой опасной области Дыхание Адре стало коротким Она выпитила молочную грудь, и ее глаза наполнил яркий свет Потоки хаотичной, яростной энергии стреляли словно искры или миллионы светлячков Эти остатки энергии были видны и стреляли резко, словно сильный поток стальных игл Поначалу она не использовала силу Бога, чтобы создать защитную световую клетку Она вела себя так, словно злилась на шине, поэтому старалась быть смелой и использовать свое тело, чтобы противостоять энергии Таким образом, искры пронеслись над ней и разорвали ее узкое платье, образовав дыры размером с ноготь и обнажив ее белоснежную завораживающую кожу Когда они подошли ближе, Адре обнаружила, что эти метеоры на самом деле были гигантскими астероидами У этих пространственных камней было очень много цветов Некоторые были бордовыми, некоторые были оранжево-красными, а некоторые даже выглядели как бриллианты Они были разных форм Эти астероиды были не из той местности, в которой они находились, а из другого направления, которое было туманным и серым с миллиардами летающих астероидов, похожих на море В этот момент эти астероиды, казалось, были активированы и получили жизнь Они двигались, группировались и стреляли в них Похоже, какая-то неизвестная сила контролировала их и заставляла их лететь быстро в темную область Их были миллионы Пока они летели, они сталкивались и взрывались Ударных волн этих взрывов было достаточно, чтобы сокрушить экспертов первого неба бессмертной сферы Искры, поразившие Адре, были ударной волной от взрыва астероидов Хотя они были всего лишь ударными волнами, они были такими острыми, что прорезали много дырок на ее платье Шиянь стоял с Адре на разбитой лунной звезде Они были еще далеко от этих потоков астероидов Он обернулся и посмотрел на новую одежду Адре с большим интересом Он улыбнулся и изогнул брови Что ж, твое новое платье выглядит очень красиво Мне очень нравится Не переодевайся Позволь мне наслаждаться видом некоторое время Ха-ха Многие загадочные участки нефритовой кожи Адре стали видны под дырками на ее одежде Они заставляли людей сходить с ума Шиянь почувствовал, что его страсть накалилась, когда он увидел ее идеальную грудь, бедра, талию и даже ее ягодицы Его взгляд стал разгоряченным, когда он продолжал злобно ухмыляться Умри Тусклое морозное пламя вылетело из ее влажных губ с ее аурой жизни Оно сразу же ударило Шияня в грудь Ледяная аура чрезвычайно холодного небесного пламени была похожа на ведро с ледяной водой, которое полилось на его страсть и погасило ее Даже его волосы превратились в острые сосульки Ты заслуживаешь это Адре была холодной В ее ярких глазах было удивление Ее проворное тело двигалось Бесчисленные тени умерших душ кружились вокруг ее тела и защищали ее от взгляда Шияня Она три раза покрутилась на месте Умершие души вокруг нее исчезли Когда она появилась снова, на ней было темно-синее платье Конец ее брови дернулся, когда она попыталась подавить свою улыбку Ну что, твое пламя похоти погасло? Пока нет, Шиянь не передумал Когда его душа мелькнула, лед на его теле растаял Скопление ледяного пламени отскочило назад к Адре Она проглотила его Это было небесное пламя ее источника Бум! Внезапно лунный камень под ними ускорился Он больше не был под контролем Шияня и направился к этой темной области с головокружительной скоростью Так же, как миллионы камней вокруг них Адре была поражена Она больше не ругалась с Шиянем и закричала Кажется, какая-то сила тянет эти астероиды Мы тоже затронуты Нас притягивает эта область Не пытайся быть смелой Используй силу Бога, чтобы создать защитный барьер с большим количеством слоев Чтобы покрыть свое тело Выражение лица Шияня было подавленным и суровым Он сел на камень и сказал Подойди ко мне Лучше быть ближе Ударных волн от взрывов астероидов достаточно, чтобы сломать твои кости Тебе следует быть осторожной Как только он закончил, два гигантских астероида столкнулись на расстоянии около 10 тысяч метров от них Энергия от этого столкновения разлетелась, как удары ядерных боеголовок Ударные волны, казалось, исказили даже пустоту и вызвали цепную реакцию Летающие камни возле них тоже взорвались Ударные волны не прекратились и направились к Шияню и Адри Адри хотела сказать одно или два предложения, но затем она почувствовала пугающие ударные волны Ее изящное лицо сразу стало холодным Она как молния приблизилась к Шияню и села рядом с ним Изумрудные световые клетки покачивались и покрывали ее тело, когда была призвана ее сила Бога Будучи принцессой императорского темного племени, она овладела особой концепцией императорского темного племени Ее чувствительность была острой, и она всегда имела четкое представление об атакующей силе Она поняла, что грядущие ударные волны могут навредить ее телу Таким образом, она действовала решительно и не сказала ни слова Она решила подойти к Шияню ради защиты Звездный щит Шиянь закричал, и из его рук вырвалось 10 лучей звездного света Эти звездные полосы были похожи на веревки, обвивающие окружающие астероиды и тянущие их к ним двоим, чтобы создать каменную стену Стена астероида затряслась несколько раз, а затем утихла Шиянь вернул свою энергию Астероиды рассеялись, а затем продолжили течь вперед Адри выглядела удивленной, когда сказала В том камне есть клочок слабой души Это не существо Я думаю, что это отломанный кусок какого-то божественного оружия Она посмотрела на астероид перед ними Этот астероид был размером с маленькую звезду жизни Он был необычной восьмиугольной формы темно-коричневого цвета Он был похож на здоровенную тарелку На его поверхности росла короткая трава, что делало его необычным по сравнению с другими бесплодными астероидами вокруг Давай взглянем Шиянь взял себя в руки, чтобы наблюдать Он был удивлен Затем он призвал лунный камень, на котором они ехали, и удвоил его скорость Они скользили вокруг множества астероидов, направляясь к странному камню, который увидела Адри 15 минут спустя Грохот Лунный камень приземлился на этот темно-коричневый астероид Шиянь быстро приземлился на поверхность камня Его разум мелькнул и послал духовную энергию, которая могла проникнуть в каждый угол, ко всем маленьким трещинам на поверхности астероида Через некоторое время он был сбит с толку Из его глаз вырвался странный свет Адри внезапно появилась рядом с ним, ее брови изогнулись Она подошла к месту Место, которое я почувствовала, там Шиянь ничего не говорил Он выглядел задумчивым и следовал за ней, как тень На этом темно-коричневом астероиде было много странного выглядящей травы Трава была около полуметра в высоту, и она была острой, как пила со стойкой жизненной силой Этот вид своеобразной, темно-зеленой травы заполнил каждый уголок астероида На первый взгляд это было похоже на зеленый ковер Пока астероид летел, пучки травы мягко покачивались, как машущие руки Это выглядело очень странно Сразу же красивые ноги Адри перестали двигаться Она наклонилась, чтобы взглянуть на темную дыру на поверхности астероида Дыра была достаточно большой, чтобы в нее мог прыгнуть один человек Там было так темно, что она ничего не видела Все, что она могла сделать, это слышать пронзительно завывающий ветер Эта слабая душа находится прямо в пещере Я собираюсь пойти туда, чтобы проверить Адри обернулась и посмотрела на Шияня, чтобы узнать его мнение Подожди, Шиянь нахмурился и сказал Тут что-то не так, я не знаю, почему у меня появилось ужасное чувство Как только я приземлился Я только что использовал свою духовную энергию, чтобы покрыть весь астероид Я обнаружил, что на этом астероиде есть только эта пещера Кроме того, там помещается только один человек Что ты имеешь в виду? Адри не поняла его мысль Используй свою духовную энергию, чтобы тщательно проверить эту область Ты можешь почувствовать распространяющееся повсюду духовное волокно Пробормотал Шиянь Распространяющееся духовное волокно Адри была удивлена Она взяла себя в руки, чтобы почувствовать Она смутно чувствовала, что что-то не так, но не могла понять, что именно Зеленая трава Это зеленая трава здесь Шиянь побледнел и закричал Хотя зеленая трава может быть выносливее, она не сможет выжить здесь Пучки травы, которые мы видим на этом астероиде, являются духовными колебаниями Это слабые духовные колебания Духовные колебания, которые ты почувствовала, должны исходить от этих вещей Неправда Духовное колебание идет из этой пещеры Адри покачала головой Оно появилось, как только мы приземлились на этот камень После этого духовное колебание идет из пещеры Возможно, оно пытается заманить нас с тобой в пещеру Скептически сказал Шиянь Может ли это быть так? Адри было весело Она подумала, что Шиянь слишком много думает Она подумала, что это невозможно, чтобы что-то могло запереть их в этой пустынной морской области небытия Сначала мы должны проверить это Шиянь выглядел осторожным Глава 1356 Использовать кровь для создания тела Шиянь и Адри стояли у пещеры и сосредоточились на темном входе в пещеру Они чувствовали странный холод, наполняющий их сердца Адри успокоилась На ее лице сиял нежный свет Ее духовный алтарь был как зеркало без единой пылинки Когда она достигла сферы зарождающегося Ога и слилась с небесным пламенем источника благословенного Богом материка Она определенно была сильнее многих людей Когда она сосредоточилась на том, чтобы почувствовать, она увидела, что что-то не так Ты действительно осторожен, сказала Адри с удивленным взглядом Ты прав Такая зеленая трава повсюду, и у нее слабые колебания души Я же сказал тебе, что мы должны сначала проверить ее, серьезно сказал Шиянь Как я могу ее проверить? Адри тихо отступила и стала подальше от пещеры Она могла чувствовать себя немного безопаснее, поскольку держалась подальше от опасности Просто Шиянь поднял одну руку На его левой руке появился маленький порез, и из него вышла капля красивой рубиновой крови Эта капля крови выпустила красные ореолы, в ней были сильные колебания жизненной энергии ССС Капля крови горела и излучала цикрови, похожую на паутину Это было похоже на великого художника, который использовал кисти, рисовал Шияня в воздухе Вскоре жизненная энергия в капле активировалась и начало вздыматься У модели Шияня вскоре появились кости, плоти вены В течение двух минут другая версия его была сгущена прямо перед Адри Это был еще один Шиянь, который стоял голым и демонстрировал свое стройное и энергичное тело Хотя его глаза сверкали, в его теле не было ни вздымающей жизненной ауры, ни духовных колебаний Это могло испугать людей По слухам, когда воины клана и смертных демонов достигали определенного высокого уровня То даже если их тела были разрушены, пока у них осталась капля крови, они все равно могли воскреснуть Адри считала, что это неправда, и что люди просто преувеличивают Но теперь она увидела это своими глазами Странный свет струился в ее красивых глазах, когда она восхищалась магическими способностями Шияня Значит ли это, что у тебя бессмертное тело? Даже если твое тело будет разрушено, ты сможешь использовать кровь, чтобы ожить? Она думала, что это действительно чудесно Шиянь не ответил Он выглядел задумчивым, когда изучал свое второе тело, которое было сделано из капли его крови Согласно кровавому дьяволу Исюаньхэ, эксперты клана бессмертных демонов высокой сферы могли использовать концепцию жизни, чтобы трансформировать кровь в свои тела Ходило много слухов о клане бессмертных демонов, а также о том, как они использовали кровь, чтобы воскреснуть, всегда была любимой темой На самом деле люди думали, что слухи были просто преувеличены Даже для экспертов клана бессмертных демонов такого высокого уровня, как Сюаньхэ, тело, созданное из капли его крови, не могло иметь даже одной части силы реального тела Во всяком случае, слухи о том, что они могли использовать кровь для воскрешения, были правдивыми Если бы тело Сюаньхэ было уничтожено, пока у него все еще была бессмертная демоническая кровь, он мог использовать ее, чтобы воссоздать свое тело и поместить свой духовный алтарь внутрь, чтобы сделать свое тело таким же сильным, как дракон Кровь членов клана бессмертных демонов была ядром жизни Если бы их кровь не была уничтожена, они все еще могли вырастить свое тело Конечно, после того, как они потеряли свое истинное тело, тело, которое они быстро создали, не могло быть таким же сильным, как то, что было у них раньше Им нужно было много времени, чтобы собрать энергию для усовершенствования своего тела Так они использовали печать в своей крови, чтобы восстановить свою первоначальную силу Эта процедура может занять до сотен или даже нескольких тысяч лет Это было не так просто, как говорили люди В этот момент Шиань собрался с духом, чтобы взглянуть на клона, которого он только что создал из одной капли крови Выражение его лица было задумчивым Он не послал в этого клона ни капли духовной энергии Это была просто плотская марионетка, и сила ее тела была такой же, как у воина сферы истинного бога Если его истинное тело будет уничтожено, он сможет поместить свой духовный алтарь внутрь клона, и для его восстановления понадобятся десятки лет Он притих не из-за этого Пока он использовал каплю крови для создания клона, у него было странное ощущение, будто он создает новое существо Если Если он хотел сделать это, он мог разорвать связь с клочком духовной энергии и поместить ее внутрь клона Кроме того, этот клон станет новым существом Может ли он стать совершенно новым человеком? Будет ли он независимым существом? Шиянь знал о том, что в своей сфере он не мог этого сделать Тем не менее он думал о такой возможности Пустынный использовал тот же метод, чтобы заставить своих клонов создать четырех великих существ Клоны создали четырех великих существ, и Пустынный использовал кровь предшественников четырех раз для создания кровожадного Он создавал существ, как мог Пустынный сделать это Создать сосуд из плоти было легко, но как Пустынный создал душу Шиянь нахмурился и погрузился в свое исследование и концепции жизни Он пытался обдумать детали, когда Пустынный создал существ Однако, как бы он ни старался, он не смог справиться с задачей создания души нового существа Шиянь понимал, что он все еще довольно далеко от этого чудесного уровня Тем не менее он понимал, что однажды он сможет раскрыть эту тайну, и он действительно сможет создавать существ и даже новые расы Таким образом, его похожее на галактику зарождающееся пространство будет более оживленным Он станет, как мир Пустынного с большим количеством рас и особенных, чудесных существ Создание галактики и видов насколько великим будет это занятие, насколько оно будет чудесным Шиянь ощутил страсть Он почувствовал, как его душа возвышается, так как у него была мотивация идти в будущее Подобные изменения в его душе и отношении открыли его разум и внушили ему бесстрашные мысли Я создал тело Ты должна дать клочок умершей души Мы заставим его пойти в пещеру Улыбнулся он, глядя на Адри Он знал, что Адри совершенствовала уникальную технику концепции души императорского темного племени Она могла связать души умерших в своем духовном алтаре, чтобы очистить свой духовный алтарь и сделать их странной духовной энергией, обитающей в ее духовном море Она действительно обладала удивительной силой В духовном алтаре Адри была специальная зона, которую она использовала в качестве тюрьмы для душ умерших или демонов, превращая их в щупальца своей духовной энергии Чем больше душ умерших, демонов или существ в форме души у нее было, тем лучше становилась ее концепция и сфера Это также было особенностью концепции императорского темного племени Действительно, Адри не особо долго думала Она указала пальцем, и слабая душа вылетела, попав в голову клона шильяня, сделанного из его крови Вскоре после этого шильяне Адри почувствовали легкий шок Они посмотрели друг на друга, и из их глаз вырвался божественный свет В их сердцах тихо отражалось чудесное чувство В теле, сделанном из крови шильяня, теперь была душа, которую приручила Адри Она добавила клочок своей духовной силы Этот человек с кровью шильяня и душой Адри был как невидимая веревка, соединяющая их обоих Через него шильянь смутно видел изменения в сознании Адри, а Адри могла распознать тонкие изменения в глубине сердца шильяня Это была невообразимая связь, которую они не могли описать словами Он как наш сын, некоторое время шильянь был озадачен, прежде чем дразнить Адри Адри покраснела, однако ее красивые глаза сияли светом Она посмотрела на шильяня и неловко сказала Не говори такие глупости В этот момент ее глаза были как облака на закате Она выглядела так великолепно, как распускающийся цветок Она заставляла сердца людей бешено биться Шильянь был сбит с толку Некоторое время он смотрел на нее, а затем оценил Ты действительно красивая, просто у тебя каждый день такое холодное лицо Ты не хочешь, чтобы люди подходили к тебе близко Ты скрывала свои самые красивые черты Знаешь, это нехорошо Ты можешь просто сосредоточиться на деле Адри непрерывно делала много глубоких вдохов Ее пышная грудь вздымалась Ее настроение изменилось, когда она пыталась подавить желание сильно ударить шильяня Шильянь расслабленно улыбнулся и сказал Это ты та, кто должна действовать Ты приручила эту душу, и она получила твою печать души Ты можешь контролировать ее, не так ли? Адри хмыкнула и потрепала волосы на виске Я очень злая Затем она использовала свою концепцию и указала на пещеру Кукла, сделанная из крови шильяня, направилась глубоко в пещеру Он не остановился через 15 минут и двинулся дальше Пещера кажется довольно глубокой Нахмурился шильянь Адри не обращала на него внимания Очаровательный блеск на ее лице исчез Она выглядела холодной и серьезной Духовная энергия странно колебалась на ней, когда она сосредоточилась на ощущении изменений в дыре Она ощущала малейшие изменения внутри пещеры через эту умершую душу Чтобы увидеть, есть ли там какая-то опасность Внезапно Адри стала выглядеть потрясенной Ее духовный алтарь задрожал, когда она побледнела Ее красивые глаза излучали чудесный свет Она стиснула зубы и зашипела Ты прав, в этой пещере действительно что-то странное Я не могу соединиться с моей умершей душой и духовной энергией внутри нее Что случилось? Глаза шильяня просветлели Кажется, ее насильно отрезали Возможно, она была очищена или разрушена Я не могу понять, что случилось Ты чувствуешь что-нибудь от того тела, для создания которого ты использовал свою кровь? Спросила она Оно обратилось в пепел Лицо шильяня помрачнело Я ничего не чувствую Его больше не существует Я не чувствую его, а это значит, что его больше нет Ты прав Там что-то странное Это место совсем не безопасное Убедилась Адри Тогда мы должны использовать другой продвинутый метод Чтобы увидеть, что в этом метеорите странного Шиянь фыркнул и затем продолжил Осмелившись проглотить каплю моей крови Она должна заплатить равную цену Чтобы это ни было, оно должно заплатить Затем из его глаз вырвались острые клинки Похожие на сияющие ветряные клинки От него расширилось колебание магической энергии Которое могло исказить пустоту Окружающее пространство шипело Звук постепенно становился все громче Сначала Адри не понимала Затем она оглянулась, прикрыла рот и закричала в панике Она увидела, что огромные острые пространственные клинки Летающие рядом с ними, были привлечены энергией шияня Они пришли с импульсом чего-то разрушающего пространства Глава 1357 Трехногий нефритовый котел Острая сабля, похожая на молнию длиной в тысячу метров Появилась с импульсом, который мог измельчить всю планету Адри думала, что эти похожие на драконов Пространственные косы вызвали бесчисленные осколки Разбитых звезд и потоки метеоритов в морской области небытия В этот момент эти ужасающие пространственные сабли были притянуты концепцией шияня Они пришли с самой пугающей аурой По пути они уничтожили десятки гигантских камней Камни взорвались и разослали повсюду куски каменной крошки Увидев приближающийся огромный клинок, Адри оцепенела Она поспешила использовать концепцию и создать слай барьеров для защиты своего тела Она была готова противостоять Треск Треск Гигантский клинок разрезал поверхность астероида, на котором они ехали Твердая поверхность искрилась и послала очень много камней в воздух Произошел невероятный толчок Тело Адри сильно затрясло, как маленькую лодку во время сильной грозы Она чувствовала себя ужасно и покачнулась, как будто вот-вот упадет Как ни странно, огромный астероид закрутился после удара, так как пространственный клинок не смог его пробить Однако многие камни на поверхности были разрушены О, это действительно странно Шиянь закричал, потому что он был удивлен Затем он продолжил направлять больше пространственных сабель Еще пять больших клинков прибыли и столкнулись с астероидом Это выглядело так, как будто кто-то пытался зажечь камень Отчетливо стали видны искры, когда начал вращаться астероид в форме тарелки Треск Треск Он сталкивался с другими камнями поблизости, разбивая их или посылая повсюду куски камней Сам астероид был в порядке Он был целым и невероятно прочным Острые пространственные сабли были самой острой атакой в мире Они могли быстро разрезать планету напополам или уничтожить звезду жизни Даже тело экспертов и смертной сферы не могло выдержать такого удара Был трудно противостоять такой атаке Так или иначе, этот огромный астероид только вращался и дрожал после нескольких атак Он еще не был разрушен Когда астероид вращался, у Адри закружилась голова и она побледнела Когда камни столкнулись и возникло дрожание, искры и куски камней ранили ее Защита световой клетки, которую она сделала с помощью своей базы совершенствования первого небосферы зарождающегося Ога, постоянно вспыхивала Похоже, ее защита могла вот-вот исчезнуть В этот момент Шиянь перестал направлять пространственные сабли Он поднял одну руку и втянул Адри в свои объятия, держа ее холодное тело у своей груди Теплый мужской запах заполнил сердце Адри У нее кружилась голова, и ее взгляд был озадаченным Как тонущая жертва, как